Катя! 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 Катя меня просила поговорить с тобой, но я хотела, чтобы мы собрались все вместе и обсудили это как-то по-семейному. Так, может быть ты меня просветишь? А то такое редкое событие, твоя дочь имеет ко мне дело. Катя решила свою долю в семейном бизнесе отдать на строительство интерната, которому она помогает. Ну что, по-моему хорошая идея. То есть, она так решила, да? А ты, как всегда, потакаешь, да? Не, нормально, нормально. Ну что, остальные вопросы на следующем занятии. Свободны? Катя! Привет, Катя! Привет! Я набросал кое-какие соображения насчет нового корпуса. Группа пригодится. Ну что? Мне же договаривались, что ты отдашь все документы сам. Ты забыл, что ты в выходные приходишь к маме на день рождения? Да я не забыл. Ну, а будет удобно. Ну правда, у вас праздники, я с делами. Я с мамой уже все обсудила. Она отчиму передаст. Слушай, ну, это просто удивительно. Мы двадцать лет искали деньги на новый корпус. Ничего. Мы обошли всех чиновников. Ничего. И вдруг появляешься ты. И делаешь фотосессии. И исполняешь нашу мечту. Ты ангел. Ты меня засмущал. Какой я ангел. Это папе спасибо. Это не моя заслуга. Он бизнес сделал, мне долю передал. Что там с моей просьбой? Да, прости. Вот полный список документов, необходимых для опеки над Лизой. Я лично их передам в органы опеки, чтобы не было проволочек. Спасибо большое. Я возьму? Да, конечно. А как ты думаешь, сколько это все займет? Я думала, с мамой и Лизой на дачу поехать. Я уверена, они подружатся и это будет хорошо. Давай с дачей пока по временем. Ты можешь забирать ее домой. Пусть она знакомится с твоей семьей, но ночевать она должна тут. Ну, такие правила. Ой, извини. Алло, да? Да. Да, я поняла, сейчас буду. Прости, пожалуйста, мне нужно идти. Врача вызвали? Катя. Тебе тоже здравствуй. Мам, ты как? Катя же, доченька. У тебя основа сердца? Нет, небольшая ритмия, но уже после уколы лучше. Володя в командировку собирала, разволновалась что-то. Владимир Андреевич, ну мы же с вами договаривались, что вы предупреждаете о командировках заранее, чтобы я могла оставаться с мамой. А если бы приступ случился, когда вы уже уехали, кто бы вызывал скорую? Катя, Володя, ну что вы носите со мной как с маленькой? Я виновата, я разволновалась. Отлежался бы, никто бы ничего не заметил. Катя, я что, по-твоему, должен был отменить важное совещание в другом городе, да? Мне в отличие от тебя на наш бизнес не наполевать. И, пожалуйста, не делай из меня монстра. Ну, я вызвал скорую маме, тебя дождался, хотя уже опаздываю на пульс. Ух ты. Все, все, я поехал, в общем, доеду, позвоню. Да, Володя. Прости. Катя, тебе тоже на работу надо. Мам, ты что, какая работа? Я с тобой побуду. Привет. Ну, ты уже дома? Ну, я скоро буду. Давай. Катюш, посиди со мной. Да. Катюш, почему ты так риска с Володей? Я очень переживаю, когда вы спорите. Ты знаешь, что он сегодня очень расстроился, когда узнал, что мы уже приняли решение по интернату. Ну, это моя ошибка, и мне нужно было сразу ему обо всем рассказать. А теперь он считает, что я ему не доверяю. Мамуль, я пытаюсь себя с ним сдерживать, но пока никак. Прости. Катя, он очень хороший человек, и мне очень-очень жаль, что ты этого не ценишь. Да, я с ним очень счастлива, и... Ты знаешь, каком отчаяние было, когда я не стал папой. А Володя, он... Он спас меня. И я с ним дома жила. Святой Володя мог бы и отменить командировку, чтобы посидеть с тобой, да? А тебе говорят отчаяние. Ты всех воспринимаешь уж такие после смерти Тимура. Ты очень рано узнала, что такое быть вдовой. Я не спорю. Твой муж был замечательный человек. Но он погиб три года назад. И сколько времени ты собираешься носить по нему траур, Катя? Ну, что это за одежда? Что это за старушечье платье? Ты еще молода, Катя. Тебе еще жить и жить, доченька. Мамуль, я ношу то, что мне удобно для работы. Мы это уже обсуждали. Давай не будем об этом. Но дело не только в одежде. Женщине нельзя быть без мужчины. Это против природы. А ты отгородился целом мира своей фотокамерой. Не надо за меня переживать. Я на твой день рождения вызвала одного человека. Я буду вас знакомить. Он кто? У тебя что, появился молодой человек? Мамуль, это сюрприз. Но я уверена, что он тебе понравится. Я тебе обещаю. Алло, Ир, да. Да, конечно, в поезде. Да, так что скоро буду. Только это, я сразу домой не поеду, с вокзала на бег надо будет заскочить. Так что не жди, буду поздно. Ну все, да, давай. Целую. Пока-пока. Что, Вовик, не дает тебе покоя твоя пенсионерка? Не хочу. Твоя правда. Если б ты знал, как я от него встал, Диночка. Эти вечные звонки ее меня раздражают, бесят. Сам удивляюсь. Как только он сорвался, он ее не орал. Вот. Только у тебя вот отдыхай. Знала бы она, что я никуда не уехала, а смотрю из ее окна на свой дом. Ну, а что ты хотела? Жили на сыну старой, богатой тетке. Терпи. Богатый. Было богатство, да скоро не будет. Ты знаешь, что ее тут доченька Катька-то учудила? Всю свою долю вбухла в строительство интерната. Сумасшедшие деньги на ветер. Ну ничего. Сами виноваты. Не жалко денег. Я ему строю веселую жизнь. Слушай, а может нам под это дело твой салон в партнер оформить, а? Зачем? Ну как зачем? Будут они вбухивать деньги в этот интернат. А мы скажем, что ты посредник. Надо только заказчику на текущей стройке сказать, чтобы деньги быстрее перевел. Ох, Диночка, какой курс сорвем, а? Ну что, ты эти деньги прям украдешь? Ну зачем украду? Я компенсации хочу. Я заслужил. Так. Слушай, слушай, нам еще к тебе в салон надо заскочить. Помнишь, я ей подарок там отложил? Надо в машину ее бросить, пускай там валяется. Все, давай, давай. Собирайся. Так. Ура! Ура! Я первая! Подождите! Аккуратнее, не поубивайтесь там. О, налетайте, налетайте. Уже можно. Девчонки, я прошу, поскремнее. О, это у нас кто? Его зовут Рыжик. Мы вчера у девок футбол выиграли. Нам игрушки за это раздали. А я тебе решила подарить. Спасибо. Он очень классный. Я его положу в рюкзачок, чтобы он на всех смотрел. А ты иди пирог кушай. Иди, иди. Запивай. Кать, можно тебя на минутку? Зачем ты на еду тратилась? На еду? Я пирог сама сделала. Да ты что? Сейчас, секунду. Ну, что ты не пробуешь сам? Что ты? Ну-ка. Восторг! Это потому что бабушкин рецепт. Там чернослив и орешки. Ну что, подкрепились? Командую, что делать дальше? Давай, тогда расставляй всех девчонок вот сюда, вот на этот склон, между двумя шариками. Все, все покушали? Все готовы? Вы все слышали? Идемте. Дайте мне на вас посмотреть. Все красивые. Весь у меня к тебе просьба. Возьми деньги. Возьми. А сходи просто в салон подарков. Вот, видишь? Купи шарик. Десять, двадцать. Разноцветных. Хорошо. Лизка, подожди. Возьми денежки и дай мне вот это. Все, беги. Это что? Кать, перестань. Пойдем все, мы с тобой. Давай. Ладно. Красивый, правда? Ага. Какой мужик. Скажи, подруга. Хороший. Жаль, что женат. Ты кольцо на пальце видела? Ой, когда это кого останавливало? Девушки, пожалуйста. Ваш подарок готов. А насчет мужика вы правы. Он действительно женат. Сыну пять лет. Так это ваш муж. А мы тут разболтались. Извини. Пошли. Пошли. Не мог себе кого-нибудь поприличнее найти. Эй, красотка. Ну, держи. Пойдем. Так, у тебя много шаров. Здравствуйте, Василина Васильевна. Привет, Тём. Так, Людок, держи. До конца недели хватит, потом еще подвезу. Катулка там вместе. На, типа, Береку упокойте мне, а ты спешу сильно. Тём, поможешь, к машине поднесешь. Ага, хорошо. Давай быстрее, 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 быстрее. Дин, ну поехали, давай, ну. Ща, Вовик. Ща, опаздывай. Ну, че ты ругаешься? Несут уже твой подарок. Дина Васильевна, готова? Давай быстрее. Не опаздываем, нехорошо. Еще под шарики, еще, еще пару шагов. Раступились, раступились, немного, как будто бы рядом. Кто у нас тот самый веселый? Ну-ка, кто самый веселый, улыбайся шире. Так, подняли ручки вверх. Ловим дождь, ловим, ловим дождь. Все, поехали. Ну-ка, теперь опустили ручки. Сделали очень, очень серьезные лица, очень серьезные. Я бы хотела такую фотографию с мужем, вот чтоб как картина, можно? Сделаем. На какое число вы хотите? Через неделю. Я тут вычитала одну диету, неделю на кефире и на яблоках, ну чтоб лицо похудело. Вы поняли? Какие хорошие работы у вас. А они продаются, я бы купила. Это работа моего брата, но я им не распоряжаюсь, к сожалению. О, мы сейчас спросим. Стоп. Тут вопрос. Скажите, а фотографии продаются, я бы взяла? Нет, эти, к сожалению, не для продажи. Но в каталоге есть похожие, выбирайте. Сабина, на секундочку. Давай на будущее. Фотографии Тимура не для продажи. Окей. А вам показать каталог? Пойдемте. Пойдемте. Кат, ты не слышишь? Там девушка выбрала два постера. В принтере мало краски. Я буду менять. Если тебе что-то срочное нужно отпечатать, то давай, посылай. Мне срочно. Алло, мам. Алло, доченька, слушаю. Скажи, а твой Володя с командировки вернулся уже? В дневном, как обычно. А как это поезд? В пол первого. А тебе Володя нужен? Ну, если срочно, позвони ему. Он сейчас на объекте. А это по интернату? Я тебе потом все расскажу. Пока все по графику, Владимир Андреевич. Вот и заказали в Италии грунтовку, краску для фасадов. Конца месяца должны подвезти. Как получим, закончим отделочные работы и можно сдавать. Подожди, а почему в Италии закупайтесь? Что, наш материал хуже, что ли? Мы на отделке только с итальянскими работаем. Всегда раньше оттуда привозили. И при старом владельце тоже так было. Понятно. Только, значит, итальянской, да? С другим не работаем. Не надо меня лечить, ладно? Значит так, заказ отменяйте и покупайте наше. И недорого, понял, да? Даю три недели. Не ложитесь в сроки, сниму с тебя премию. Всех лишу премии, к черту. Как скажете? Так скажу. Ой, это ко мне. Катя, что ли? Да. Давно ее не видел. Раньше с отцом часто на объекты приходила. Э, пропусти ее! Ага, понял. Кать, привет. Здрасте. Ну и что такая смурная? Ну что, мама аритмия, а я виноват, да? Эту фотографию я сделала утром. В тот момент, когда вы якобы находились в командировке. Я всегда знала, что вы маму обманываете. Но теперь у меня есть доказательства. Так, интересно. И давно ты за мной следишь, а? Ну я задумал, ты просто фотограф. А ты у нас что, папарацци, да? Я вообще не слежу. У меня была фотосессия в парке. А вы были так увлечены, что даже меня не заметили. Ну что, вы сами маме расскажете или это мне сделать? Катя, Катя. Вот умеешь ты создавать проблемы. Ну что тебе просто вот не оживется, а? Кто-то миллионы в бухе уж каких-то сирот. Теперь вот фотографии хочешь мне жизнь испортить, да? Но вы же понимаете, что у меня есть исходники, да? Я все равно маме покажу фотографию целиком. Потому что нельзя обманывать людей, которые вам верят. Это подло. Володя, упакуйте вещи. Что там? Чего там? Человек упал. Вызывайте скорбную! Василий Андреевич! Так, ты ничего не видел. Я тебе заплачу. Слышишь? Я тебе заплачу. Очень хорошо заплачу. Ну, Катя! Ну, что Катя? Катя, слышишь? Она живая! Значит так, это был несчастный случай. Понял? Вякнешь по-другому, я тебя в тюрьму пеку. Ты понял, да? За несоблюдение техники безопасности. Почему у тебя на объекте посторонний, без каски, а? Я ничего не скажу. Вот молодец. Ну, и что лучше? Пиши. Сейчас же суберене об уходе. Скажи, так и так. Не могу на себе нести такую ответственность. Вот и все. Ну, я тебе вечером деньги завезу. Сегодня вечером все получишь. Ну? Я понял. Молодец. Так, ну чего? Чего уставились? Что, тут цирк? Давайте, работаем, работаем! Ну? Ну, не я, цыбь! Давление сбили. Если что, сразу меня вызывайте. Спасибо. Володя, ну, как же так случилось? Да я сам в шоке. Почему ее пустили на объект без сопровождения, без защитной каски? Ее было далеко, а когда обернулась, она уже лежала на земле. Ты не волнуйся. Вино он уже наказан. Почему я тебя не предупредила? Она звонила мне перед этим. Она искала тебя. Зачем искала? Я не знаю. Ерочка, может, я тебя домой отвезу? Ну, посмотри, какая ты бледная. Приедешь домой, выпьешь, лекарство, полежишь. А я договорюсь, нам позвонят, когда можно сюда будет приехать. Может, это надолго, а? Я домой не поеду, я там с ума сойду. Я прошу прощения, вы Карелина? Да. Как она? Есть небольшие травмы, полученные при падении. Пару недель придется носить фиксирующую повязку на ноге. Но это мелочи. Есть проблемы и более серьезные. Был сильный удар головой. Мы сделали МРТ, провели обследование. У пациентки селективная психогенная амнезия. Говоря простым языком, частичная потеря памяти. Она не помнит события последнего года. Пожалуйста, пройдемте со мной. Мам, зачем они меня обманывают? Зачем они повесили календарь на следующий год? Скажи, чтобы они его убрали, мам. Господи, Катюш. Я сделал вашей дочерью успокоительный укол. Пару часов она будет спать. Доктор, это ведь лечится. Какие-то процедуры, лекарства. Может быть, нужно кого-то подключить. Скажите, мы на все готовы. Мы сделаем все возможное, но практика показывает, что каждый случай амнезии уникален. Увы, препараты – это только часть терапии. Лучше всего мозг реагирует на подсказки из прошлого. Возьмете ее телефон, постарайтесь вместе с ней посмотреть фотографии, почитать СМС-сообщения. Может быть, на что-нибудь она отреагирует. А препараты я пропишу. В этом нет проблемы. Мы, как правило, пользуемся отечественными, но в вашем случае лучше взять импортное, испытанное. Приобретете через интернет. Аллай, ты чего? Чего? Телефон еще? Чего-чего? Что это? Это... Надо же, а! Вот, Катюха, хулиганка. Вчера тайком нас фотографировала. А это кто? Это... Идем, скажу. Это ее жених. Она меня познакомила с ним. А с тобой хотела на дне рождения познакомить. Жених. Ну, да. Вот, решили. Тебе подарок на день рождения выборте. Пока. Катюша там неподалеку фотосессию делала. Хорошо, что успели подарок, хотя бы в пакет спрятаться. А то бы сюрприз не получилось. Да еще как получился. Он симпатичный. Ничего не знает о Кате. Надо ему позвонить. Интересно, как у нее записи в телефоне. Телефон разбит. И не работает. Конечно, не работает. Я со своего позвонил, у меня есть его номер. Мы-то уже знакомы. А ты разволнуешься и испугаешь жениха. Связи нет. Пойду из коридора попробую. Там еще хуже. Я пойду на улицу, оттуда позвоню, и заодно съезжу. Телефон новый. Кате в подарок куплю. Спасибо, любимый. Ага. Давай, я скоро. Ирочка, ну что, нашел я нашего жениха, дозвонился, да? Сейчас еду за ним, так что скоро приедем. Ждите. Темочка, ну ты же сам говорил, что вам нужны деньги, что вы собираете на операцию для Сережечки. Сколько там вам не хватает? Вовик тебе даст. Говори, сколько. Да вы что, с ума что-то, Саша, что ли? Что вы мне предлагаете? Я сказал, нет. У меня вообще-то жена есть. Какая Катя? Послушай, тебя никто не просит жениться. Велика честь. Тебе надо один раз поехать со мной в больницу. Не собрали, что я попрошу. Ну все, не свободен, деньги получишь. Что тебе еще? Я сказал мне. Володь, подожди. Пошли. Я вообще не понимаю, чего ты обидишься? Тебе Вова в реальные деньги предлагает. Соглашайся. Ну-ка. Хорошо. Хорошо, только Людмиле ничего не говорить, она меня убьет. А ей зачем? Вообще, меньше знатка, крепче спит. Нет, я не предупрежусь, но забирай себя по своим делам. Точно, мы скажем, что едем поздравлять эту начальницу налоговой инспекции, хорошо? Вот сейчас в букетике как раз возьмем. Молодец, молодец. Для силы стараешься. Катюша, доченька, я здесь. Катюша. Катюша, угадай, кто сейчас приедет? Нет, Артем. Володя ему сообщил, они уже сюда едут. А Артем, ты кто? Ну вот я не знала до сегодняшнего дня. А ты у нас такая скрытая, Катюша. Артем, это твой жених. Ты чего такое говоришь? Какой Артем? А как же Тимур? Ну что, Тимур, 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 это уже прошлое, Катюша. Жизнь продолжается. Артем, он поможет тебе, Катюша. Доктор сказал, что в таком состоянии тебе нельзя оставаться одной. Давай мы тебя заберем к себе домой. Или, может быть, ты хочешь, чтобы Артем за тобой приглядел? Нет, конечно, я не хочу, чтобы Артем за мной смотрел. Я не хочу, чтобы рядом со мной был чужой человек. Ну, Катюшенька, ну почему чужой? Он наш, раз ты сама его выбрал, Катюш. Номер заблокирован. Клопухи убери. Записывай номер. Да. 0,50, 550, 69, 13. Это ее номер. Пошли сообщения. Что это? Что случилось? Очень волнуюсь. Смайлик. Грустный смайлик. Теперь отправь. Есть. Молодец. Значит так. Слушай, запоминай краткую биографию Екатерины Ивановны Карелиной. Знай, должен ее на пятерку с плюсом, чтобы не проколоться. Понял? Понял, понял. Так, еще раз повторяем. Как звали ее мужа? Тимур, он был фотографом, как и Катя. Как он погиб? Они катались на квадроцикле, произошла авария, Тимуру не удалось спасти. Ну, что, молодец. Бэдик сними. Лежите. А кольцо? Все. Не дай бог. Девочки, а вот и мы. Ту-ду-ту-ду. Заходи, заходи. Ирина Александровна, здрасте. Я Артем. Спасибо, Артем. Очень жаль, что приходится знакомиться при таких обстоятельствах. Мы вообще с Катей планировали, что это случится на вашем дне рождения. Так вот ты какой, Артем. А мы тебя ждали, брат и Катюш. Ну, привет. Я смотрю, ты без меня в беду попала. Ты меня тоже не помнишь? Простите, а мы можем остаться наедине? Да, конечно. Конечно. Давай. Катюшенька, мы с Володей купили тебе новый телефон. Твой старый разбился. Держи. Ну, что ты. Ну, что ты, девочка. Идем. Если ты скажешь мне уйти, исчезнуть из твоей жизни, ну, если так захочешь, мне будет больно, но я пойму. Как мы познакомились? Как мы познакомились? Недавно, полгода назад, ты в парке делала фотосессию. Я предложил выпить кофе, ты согласилась. Допустим. Почему я тебя до сих пор не познакомила со своей семьей? Тебе не кажется это странным? Катя. Это все из-за Тимура. Я видел, как тебе сложно начинать новые отношения после его гибели. Не хотел торопить. Володь, посмотри, с каким вкусом подобран букет. Это вообще большая редкость, когда мужчины разбираются в цветах. Ах, как мне нравится этот Артем. Ты вообще заметила, как он держится? Интересно, из какой-нибудь семьи. Артем, вы куда? Катя сказала, что устала, хочет поспать. А вы поговорили с ней? Я пытался, но ничего не получится. Я для нее сейчас чужой человек, как я ее пугаю. Так не должно быть. Простите меня, лучше уйти. Как уйти? Нет, как же это? Артем, вы наша единственная надежда. Она вспомнит обязательно. Вы нужны Кате. Я впервые за три года увидела улыбку на ее лице, когда она говорила о том, что в ее жизни произошли перемены. Артем, я вас никуда не отпущу. Вы хотите, я встану перед вами на колени. Да вы что, с ума сошли? Не надо. Пожалуйста, простите, Катя. Вы же видите, в каком она состоянии. Я поговорю с ней. Артем, может быть, вы еще раз попробуете, а? Хорошо. Я попробую. Давайте мы с вами сядем, и вы все расскажете мне о семье, пока Катюша спит. Ну вот и славненько, вы тут с Артемом посидите, побеседуйте, а я поеду, а то у меня с обеда уже поставщики ждут с договорами. Да, Володь, ты перещай. Артем меня отвезет, вы на машине? К сожалению, она далеко на стоянке. Ну ничего, мы вызовем такси. Ну все, на связи. Ну все, вы любите. Да, Володь. Понятно. Понятно. Да что ж такое-то, а? Ты бы видела, как эта дурочка в него прицепилась? На колени-то не ухотела стать артисткой. Погорела в театре. Да. Пусть, это же твой Артем. Листью он там не сболтал. А что теперь делать, Вовик? Ничего, ничего, пробьемся. Он раз слабинку дал, мы его прогнем еще. Ты ему денег предложи, это побольше. А я заплачу. Ты знаешь, нам даже это выгоднее. Пока он Ирку на себя берет, мы свои дела дома доведем, да? Господи, а что я его жене скажу? Динечка, придумай что-нибудь. Мы же партнеры. У меня своих проблем по горлу. Ну, давай, все, целую. До свидания, всего хорошего. До свидания. До свидания. А почему одна, где мужа моего потеряли? Ой, Людок, тут такое дело. Слушай, как нам повезло с этими поздравлениями вообще. Там столько нужных людей оказалось. Понял, Водичка? Угу. Угу. В общем, зацепились языками, и я узнала, что в аренду сдается точка как раз в том районе, где я и хотела. А? И что? И все. Мы сразу с Темой туда метнулись, я забронировала, вот он занимается уже новой точкой. Ясно, вот так сразу, а жене нельзя было позвонить. Зачем? Ну, я волнуюсь. А что волноваться? Там работа недели на три, пока марафетно ведет. И все. Я Теме премию выпишу. Здорово я придумала. Ну, что ты дуйся, Люд? Ну, прям. А я здесь что, одна останусь работать? В смысле одна? А я что, не человек? Я, между прочим, из-за этого дела Аньку из отпуска вызвала. Вон, завтра она уже выйдет. Ну, все, что застряло? Давай, идем, Людь. Здравствуйте, Людь, здравствуйте, Людь, здравствуйте. Чем могу помочь? Мне нужен набор бокалов. Вот синие интересные у вас. Работай. А это хрусталь? Ну, я прям даже не знаю, что вам показать. Катя тут ничего такого не хранит. Ну, в России сказали провести хотя бы какие-нибудь вещи. Может быть, чего вспомнят. А она вообще ничего не помнит. Частично нам нельзя. Что-то помнит, что-то нет. Ну, тебя-то она, конечно, вспомнит. Да, Катя еще просила перенести фотосессию на другой день. Ну, сама понимаешь, в каком она состоянии. Понятно. Какая работа. Да, пипец, конечно. Ну, вот тут все. Ну, ты иди, я сейчас сам посмотрю, бутонг, что тебе. Хорошо. Давай, давай. Ну, что, нашли что-нибудь? Да нет. Ничего особенного. Покажу ей это. Может, что вспомнит. Голый опозор. Подождите. Тут Катя просила фотографии на флешку записать. Так, так, так. А что это ты здесь делаешь? Кирилл Сергеевич, ну, я же ничего не успеваю. А мне важно-преважно сделать подарок. В воскресенье у Кати на имаме день рождения. Я же не могу прийти с пустыми руками. Кстати, Катя и меня пригласила. Правда? Угу. Хорошо, что мы будем вместе. А то я сама боюсь. Как вы думаете, я им понравлюсь? Ну, с такими подарками, конечно, понравишься. Только давай так, мы не будем нарушать режим. Ты успеешь доделать цветочки завтра, а сейчас спать. Хорошо? Ну, ладно. Только я сейчас уже готов. Я спрячу? Да, прячу. Кирилл Сергеевич, отвернитесь и не подглядывайте. А то еще узнаете, где у меня секретное место. Ну, давай, прячь. Все, поворачивайтесь. Угу. Идем. Угу. 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 Левки такие хитренькие, сами ничего делать не хотят, а мы ее угоруют. Сереж, пожалуйста, сыночек, давай пойдем домой. Мама уже устала, ума ножки болят. Нет, папку буду ждать. Ясно. Мама, папка! Привет. Привет. Держи. Держи. А вы чего не дома? Ключи забыли, что ли? Если бы. Тут кое-кто у меня два часа на улице мурыжило, говорит, не хочу идти домой, пока папка не приедет. И в кого у него такой противный характер? Так понятно, в кого он. Да? В тебя. Я не поняла, где кольцо? Забыл. Машину ремонтировал, забыл надеть. Что? Забыл. Пойдем, пойдем. Лиз, прости. Я хотела. Лиза, прости меня. Лиз. Я укольчик сделаю, ладно? Лина, вам что-то плохое приснилось? Вы у кого-то прощения просили? Да, я не помню. Имя чье-то называли. Кажется, Лиза. Я не знаю никакую Лизу. Ну, ничего. Все будет хорошо. Немного. Я не знаю, что он должен был. Я не знаю. Это свинка. А сейчас можно взять хоть и и даже не妨. Пойдем. Немного. Это свинка. вот этот свинка. Немного. Продолжение следует. Уинтит. Уинтит. Лиза. Субтитры создавал DimaTorzok Я не хочу, себе и серёжки порежу Ну что ты начинаешь, а? Ну не знаю Дурацкое мне предчувствие, но не нравится мне, что тётка нас разлучает Может она захочет навсегда тебя на эту точку отправить Люта, я же сказал же, три недели, зато денег на операцию хватит сразу Ещё останется, на ипотеку начнём копить Тём, на какую ипотеку? Подожди, вы так не договаривались? Мы как с тобой обсуждали, что мы приедем в город, чтобы серёжки на здоровье поправить Я тут оставаться не собираюсь Вот сделаем операцию, всё, домой, в посёлок Опять за копейки там работать, с хлеба на воду перебиваться Я не хочу Разберёмся с Серёгиной проблемой и будем тут обживаться Люд, люди как-то устраиваются, мы не хуже? Ну не знаю Ты там в посёлке был уважаемым человеком, как-никак директор дома культуры А тут что, с высшим образованием цветочки продавать? Не знаю И в конце концов, у нас там свой дом, свой огород Люди все родные, знакомые У нас здесь тоже всё будет, даже лучше Квартиру купим, машину поменяем Серёжка в лучшую школу пойдёт, пусть хоть у него жизнь сложится Да, всё ты правильно говоришь, но Здесь в городе люди как-то очень быстро сволочатся, что ли Вот ты на мою тётку посмотри Она как говорила, приеду в город, замуж выйду, детей нарожаю А в итоге за женатым увязалась И таких как Дина в городе половина Тём И смотри, что там на новой точке Никакая такая тебя не охомутала Серёга, завтракать Давай, с хлеба Спину выпрямь Ну что, дозвонился Кате? Вообще никак, ни звонки, ни сообщения не проходят Хоть бы ничего не случилось Ладно, попробуй с городкова, а вы пока тут с Лизой Ну куда ж я денусь, может два часа караулем Хорошо ЛИРИЧЕСКАЯ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло Кать, привет Мы тебя вообще-то в интернате ждём А-а-а-а-а-а-а Простите, а вы кто? Это Кирилл Я просто с городского звоню, потому что твой мобильный всё время сбрасывает Кирилл. Кирилл, понимаете, какое дело? Мы с вами, наверное, знакомы. Но я вас не помню. Вы напомните мне, пожалуйста, кто вы такой? В смысле? Я не понял. Давайте так. Мне нужна Катя. Можно позвать ее к телефону? Я — это Катя. Катя — это я. У вас, наверное, было ко мне какое-то дело. Вы мне напомните, пожалуйста, какое? Алло? Знаете, уже никакого. Простите, что я вам позвонил. Привет. Привет. С цветами. Ну что, выписывают? Да. Да, выписывают. Сейчас поедем. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Ты случайно не знаешь про интернат? Мне сейчас оттуда звонили и говорили, что меня там ждут. Нет, не знаю. Я же тебе объяснил, что я старался с ней вмешиваться в твои дела. Понятно. А Сабина? Сабина, она… Ну, мы еще работаем. Сабина — это сестра Тимура? Ну да, она работает в салоне. Да? Угу. Ага. Хорошо. Тогда я у нее спрошу. Угу. 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 Алло. Кать, привет. Привет. Привет, Сабин. А, слушай, скажи, пожалуйста, у меня были запланированы какие-то дела сегодня в интернате. А, ну, интернат знаю, да. Ты над ним шефствуешь. А планов? Да нет. На сегодня нет. Ты забыла, что все отменила из-за дня рождения Ирины Александровны? Блин, прости. Ты же реально все забыла. Ничего. Ничего. Ты как там? Справляешься без меня? Да ничего. Норм. Хорошо. Я тебе попозже еще позвоню. Хорошо? Ну, давай, да. Пока. Так, ну что, давай помогу вещи собрать, показывай, чтоб поковать. Я сама, не надо. Да давай, ну… Не надо, спасибо. Подожди, пожалуйста. Лизка, присядь. Присядь, пожалуйста. В общем, я говорил с Катей, и она не приедет. Правда. Катя обещала. Неужели отказалась? И сделала вид, что не поняла, кто и зачем звонил. Как будто с чужим человеком разговаривал. Вот это да. Но ты все-таки плохо не думай о ней. Ты знаешь, не каждый человек решится взять чужого ребенка. Вот и Катя испугалась и решила разом оборвать все концы. Ну, это все-таки лучше, чем возвращать ребенка обратно. Что, что-то потерял? Ты телефон оставил в кабинете. Может, передумает, позвонит. Да. Беги, беги. Ищи. Так, девчонки, а ну разошлись. Быстренько. Ну что, подружек? Сказали, не придет. Значит, не придет. Пошли обедать. Хотя все равно меня заберет. Ну, что же мне с тобой делать-то? Ну, ладно. Ты оставайся здесь. Я пойду на обход. Но к обеду, чтобы была обязательно за столом. Без разговоров. Ну, посмотри на меня. Да? Вот и хорошо. Володя, дети приехали. А мы вас ждем-ждем. Ну, привет. Ирина Александровна, здрасте. С днем рождения. Спасибо. Артем. Мам, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Торт в холодильник. Там места нет. Ну, я что-нибудь придумаю. Раздеваюсь. Чего ты стоишь-то? Я вам помогу. А помоги. Давно у нас мужчины не хозяйничают на кухню. Проходи давай. Девочки, не бегать. Ну, что? Не звонила? Нет. Где Лиза? Лиза в комнате сидит. Ждет. А я поговорю с ней. Ой, ну уж поговорите, Кирилл Сергеевич. Что такое? Так, а ну-ка, прекратили. Кирилл Сергеевич, она первая начала. Так, за мной. Быстренько. Уведите ее. Ну, что у вас снова случилось? Они смеялись. Сказали, что я никому не нужна. Кате я тоже не нужна, да? Ирочка. В общем, вот наш подарок. Как красиво. Ну, тебе нравится? Да. Боже, какая прелесть. Спасибо. Что, Артем тоже выбирал? А как же, он и выбирал. Я просто рядом стоял. Артем, с тебя тост. Давай, давай, молодой, давай. Так. Ирина Александровна, я хотел бы написать стихи, достойные вас, но, увы, у меня нет такого дара, поэтому… Амар Хайям, можно? Я волнуюсь. Сорванный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение дописанным. А любимая женщина счастлива. Иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам. Спасибо вам за Катю, это уже от себя. И с днем рождения у вас. С днем рождения. Спасибо. Артем, это было очень трогательно. Володя, учись у молодежи. Дорогая, мне уже поздно. Ты молодец. Мама обожает стихи. Дорогие мои, закуска, салатики. Я за горячим. Не-не, я сам. Вы что, у вас с днем рождения? Нет, Артем, я сама. Пусть помогает, раз вызвался. Чего ты инициативу дай? Я с обдыховки, я все готова. Катюша, он такой обходительный, я теперь понимаю, почему ты в него влюбилась. Мама, пожалуйста. Я молчу-молчу, но я одобряю. Я помогу. Дамы, господа, мадам и месье, мясо. Артем, а что у тебя с работой? Ну, какие перспективы в торговле? Да, если честно, никаких перспектив. Стабильность уже хорошо. Я вот что подумала, а переходи к нам в фирму. Володя подыщет какую-то хорошую позицию. Зарплату мы тебе обеспечим достойно. Что скажешь, Катюша? Пусть Артем сам решает. Да не надо, неудобно как-то. Зачем? Дорогая, у него нет профильного образования. Если я помню, Артем у нас работник культуры. Да, у меня диплом режиссера народного театра. Вот. А у нас строительная фирма. Чем он будет заниматься в офисе? Хороводы водить. Ну, у вас ведь тоже нет профильного образования. И это не мешает вам, бывшему военному, руководить фирмой, которой основал мой отец, потомственный архитектор. Выручка за сегодня. Все. Дина Васильевна, Артем утром еще взял один букет под запись. Ну, хорошо, вычти из баланса. Да. Интересно, мой муж каждый день букеты берет, а я почему-то думала, что он там ремонтом занимается. Люд, ну ты, ты как дитё малая. Пока до этого ремонта дело дойдет, знаешь, сколько бумажек нужно оформить? А кто их выдает? Старые жирные тетки. И сама подумай, или я туда пойду, или красивый мужик. Зашел, улыбнулся, цветочек подарил, и бумажка готова. Так. Три. Не знаю, мне почему-то кажется, что вы с Тёмой что-то не договариваете. Да. Хорошо, где эта точка? Я в выходной туда поеду с Сережкой, и пусть он на сына при дневном свете посмотрит. Ага. Можно подумать, ты не знаешь, где это. Нет, Тёму не говори. Правда? Какой молодец. Это за городом находится на трассе. Что, в такую даль… Ребенка попрешь? Все, ну не хандри, правда. Работайте, девочки. Всего доброго. Пока, Анечка. Я тебя, конечно, не ждала так рано. Я думала, ты ещё полежишь дома. Угу. Ты как? Как? Ну, хорошо. Хромаю, ничего не помню. Голова болит. Но, в целом, всё в порядке. Ну, я отменила все съёмки. Или ты как настроена? Ну, что клиентам говорить? Подожди, я не знаю, как я настроена. Я, на самом деле, просто так, на разведку. Вот. По самочувствию посмотрю. Но, если что-то срочное, я могу сейчас подписать. Да. Ну, тут, как обычно, счета, налоговая. Секундочку. Слышка, а там что? А там последняя съёмка. Ну, до ЧП. Ты попросила сделать светокоррекцию и записать для интерната. Для интерната? Так вот, что они звонили, наверное. Слушай, а у тебя есть их адрес? Найду. Я Катя. А, да, Кать, тут к тебе. Привет, Кать. Вы не знакомы? Еще не успели. Но я вас наслышан. Вы Сабина, сестра Тимура, а я Артём. Артём. Вообще ничего, да, не говорила? Нет. Странно. Ну, ладно. Я тебе потом всё объясню. Окей. Поехали. До встречи, Сабина. Это Ирина Александровна звонила, ждёт на ужин, просила купить пару лимонов. Ой, зря ты ей телефон дала. Знаешь, она любит давать указания. И еще учти, что она игнорирует смски. Извините, по любому поводу. Да я уже, кстати, понял. Мне нужно заехать в одно место. Опа! Вау! Спасибо. Пожалуйста, пока. Пойдем. Женя, не знала, что ты фокусник. Ай, жалко, что у меня был только один леденец. Другие, наверное, обиделись. Я вам говорила, она все равно за мной пришла! Привет, девочка. Как тебя зовут? Пока. Пойдем. Пока-пока-пока-пока-пока. Лизонька, что сказала Катя? Расскажите мне, пожалуйста, про эти фотографии. Из-за травмы у меня проблемы с памятью, и врач сказал, что нужно за все хвататься. Возможно, это поможет мне вспомнить. И вас я не помню. Катя всегда приходила одна. Да, я знаю. Артем – мой жених. Даже так? Ну, хорошо. Давайте покажу вам фотографии. А вот… Это Марина. Угу. Это Тома. Это наши дети, старшая группа. Вы делали фотосессию для школьного альбома. Угу. А эту девочку я только что видела. Она очень интересная. Лиза уже вас видела? Угу. И о ней вы тоже ничего не помните. А что я должна о ней помнить? Вы очень дружили и собирались оформлять на дни опеку. Угу. Какой кошмар. Вы поэтому мне звонили, да, в тот день? Она меня ждала. Скажите, а вы тоже ничего о Лизе не знаете? Что я? Нет, не знаю. Странно. Я понимаю, что сейчас не самое лучшее время, но все-таки… Все-таки, что нам делать с вот этим? Что это? Это предложение по строительству нового корпуса. Мы с вами его обсуждали, и вы собирались подать его в фирму вашего отца. Да, я хотела отдать долю в своем бизнесе на благотворительность. Я вам ее обещала, да? Вы разрешите, я заберу? Да, конечно. Спасибо. Скажите, как лучше поступить с Лизой? Может быть, я с ней поговорю и все ей объясню? Я думаю, что сейчас не нужно ничего никому рассказывать, потому что слишком много новой информации. И для вас, и для Лизы, и для меня. Хорошо. Спасибо вам большое. Скажите, а я часто приезжала к вам в интернет? Да, достаточно. Вы разрешите мне снова приезжать? Катя, мы всегда были вам рады. Конечно, приезжайте. Проблема в том, что наши дети очень уязвимы, и они с трудом прощают обиды. Но я поговорю с Лизой и объясню все, что с вами произошло. Спасибо вам. А давайте я флешку заберу. Я смогу распечатать фотографии, и заодно будет повод вернуться. Да, давайте. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Если ты не против, я хотел бы приезжать в интернет с тобой. Я вообще люблю детей и могу показывать им фокусы. Артем, ты меня, конечно, извини, не обижайся на меня, но я чувствую, что это какая-то моя личная история. Я понимаю, понимаю. Ты ничего не помнишь, я ничего не знаю. Представляю, чтобы он не подумал директор интерната. Слушай, на самом деле разучил один новый фокус. Пойдем покажу. Вот так вот. Оп. И пойдем. Нам пора. Пойдем быстрее. Поэтому я прошу тебя, Катя попала в беду, нам нужно ей помочь. На нее нельзя давить. Неправда, вы врете. Катя не захотела меня брать. И теперь вы все придумываете. Лизонька, ну так нельзя. А вам можно? Взрослые все время врут. Катя, как моя мама, ничем не лучше. Клянется, что любит. Обещает, что не бросит. А сама все равно бросает. Ненавижу! Лизонька, Лиза. Ольга Леонидовна, пусть побудит одна. Ага. Ага. А я вот ему ананас купил. Молодец. А это тебе. Спасибо. Но у нас такие не продают. Ты где взял? Ну могу я хоть рожжение от цвета купить? Можешь. Ты чего? Перестань, дурачок. А ты чего улыбаешься? Ну я вот деньги получил. Теперь Сережкина операция хватит. Тёма, ты за что такие деньги платят? Это там, на новой точке? Ну, сколько дали, столько и взял. Подожди. А так законно? Ты же знаешь, отшельных денег счастья не будет. Я же говорю, сколько дали, столько и взял. Почему мне отказываться, что ли? Еще столько же будет, когда все закончится. Ладно. Слушай, я Сережке пообещала, что папа его утром в садик отведет, а вечером заберет. Так, утром точно смогу, а насчет вечера не уверен. Ну давай посмотрим. Ясно. Теперь тебе точка важнее. Ай, ну чего ты злишься? Ну чего ты призираешься, а? Идиот, ну Сережа еще не успеет ничего. Чего за страшного? Ну давай. Кирилл, беда. Лиза пропала. Ее нет на уроках. Ой, замечательно. Ну вы очень хорошая пара. А можете еще раз так вот голову и вот немножко на свет, да? Вот, супер. И поближе, поближе. Да. Хорошо. Я думаю, что мы закончили. Вы молодцы. Ну что, я там худенькая получилась? Да, худенькая, прям как модель. Вот, смотрите. Завтра к 11 обработай все фотографии, их можно собирать уже. Хорошо. Спасибо. Тогда до завтра. Да. Антоша, Антоша, а давай в кафе еще забежим? Катя, ты закончила? Да. А я за тобой. Цветы опять? Слушай, мне кажется, ты на них разоришься. Ну, я всего лишь на все выполняю рекомендации врачей, наполняю твою жизнь положительными эмоциями. Слушай, спасибо. Я цветы отдам маме. Хорошо, ты не против? Она очень радуется от твоих букетов. Катюш, а ты не будешь против, если я тебя сегодня не провожу домой? У меня появились срочные дела. Нет, конечно, не буду. Я вообще удивляюсь, как ты столько времени проводишься. Как тебя с работы еще не уволили. Так это закон над гулой. Так что, обидишься? Нет. Слушай, ты говорила, что в день знакомства мы ходили в какое-то кафе. Давай сходим туда, кофе попьем. Я угощаю. Давай. Ну, супер. Лют. Лют. Лют, ты чего? Ну, ты хоть представляешь, что здесь творилось без тебя, а? Всех на ноги поставили, учителей с уроков сорвали, в полицию звонили. Тебе не стыдно, а? Ну, где ты была? Молчишь. Ну, молчи. О нас ты, конечно, совсем не думала. Кирилл Сергеевича к начальству вызвали. Слава Богу, живая-здоровая вернулась. Значит так, сидишь здесь до ужина, а Кирилл Сергеевич приедет, сам с тобой будет разговаривать. Катюша, почему одна? Где Артем? Ты что, не пригласил его на ужин? Мы с Артемом виделись днем. И он сказал, что у него дела. А я по привычке на четверых накрыла. Володь, почему ты молчишь? Что с должностью для Артема? Ты уже решил, куда его поставишь? Ну, что-то так срочно, да? Просто горит вот. Я просто спросила. Что-то прихватило. Может, врача вызвать? А? Нет. Уже отпускают. Володь, ты решишь вопрос с Артемом? Пожалуйста. Ну, в чем проблема? В чем? Да. А хоть завтра пусть на объект приходит. Мне как раз нужен новый прорыв. А ты думаешь, он справится? Я думала, ты возьмешь его к себе, стажером. Ничего. На месте быстрее освоится. Тем более, на днях мы сдаем объект, а ему надо будет просто присматривать за рабочим. Невелика хитрость. Ну, решай. Тебе виднее. Я просто хочу, чтобы мы не бросали его, и чтобы Артем чувствовал нашу поддержку Володе. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Кать, пожалуйста, позвони Артему. Пусть он свяжется с Володей на счет новой работы. И подбросает свою же эту торговлю. Ну, что это за работа? Этот человек под сорок лет, а он не может купить собственное жилье. Снимает где-то на окраине. И потом, что у него за машина? У нас такая была с папой еще сто лет назад. А что? На то мы и семья, чтобы помогать друг другу. Слушай, ты не могла бы не работать за столом. Мы все-таки ужинаем. Ура! Ура! Красивые фотографии. Спасибо. Представляете, какая детям будет радость, когда они вернутся с занятий? Только я с форматом не угадала. Они маленькие. Надо было побольше. Подержите, пожалуйста. Вот это вот, да. Побольше распечатать. Катя, скажите, Артем, который приходил с вами, вы с ним давно вместе? Ну, почему это вас интересует? Ну, просто вы ничего не говорили, что у вас отношения. А это как-то может помешать общению с Лизой? Просто мне казалось, что предпочтение в опеке дается именно пара. Да, это так, но мне казалось, что вы мне доверяли. Слышите, смешно. Я забыл, что не люблю фоткаться. Но вы сказали, иди, я пошел и… Вам нравится фотография? Хотите, я могу распечатать большую, как постер для кабинета? Здравствуйте. Лиз! 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 Ты так и будешь от меня прятаться? Или, может, поговорим? Лиз, я понимаю, что ты обижена. Но нет моей вины, что так случилось. Я очень хочу все исправить. Помоги мне себя вспомнить. Расскажи о себе. Зачем? Я уже все тебе рассказывала. Лиз… Верни мне мой подарок. Я не хочу, чтобы он у тебя был. Я не понимаю. Ты врешь! Уходи! Уходи! Кайте, идемте. Так будет лучше. Аня, запиши букет на Дину. Угу. Поняла. Анечка, смотри, какой у меня муж заботливый, а? Каждый день кому-то цветы носит. А мне за это все время только один букет подарила. Людмила, не начинай. Сама знаешь, это по делу. Да, это деловой. А во сколько тебя домой ждать? Сегодня поздно. Но я свое обещание выполнил. Сережки вчера нагулялись. Так что сегодня тебе с ним будет поспокойнее. А машину где бросил? А? Да тут рядом останутся техобслуживание. Движок барахлит. Ну, я пойду сберу. Наверное, уже сделали. Пока. Угу. Движок барахлит. Ань, а доработай сегодня за меня. А я тебя завтра пораньше отпущу. Окей? А ты куда? По делу, по делу. А ты меня тоже ненавидишь? За что? За то, что я ничего не помню. Выстрела защиту. Давайте убеждать. Уговаривайте меня. Очень удобно. Я ведь ничего поделать не могу. И во всем сомневаюсь. И в тебе сомневаюсь. Да прости. Если честно, я не знаю, как я бы повел себя в такой ситуации. Ты испытала стресс. Знаешь, есть такая теория, что испытания нам даются для того, чтобы... разобраться как-то в своей жизни. Ты хороший. Прости, что я в больнице наручала. Да ладно. Забудь. Я правда рада, что ты в моей жизни. Так просто дай мне время вспомнить, хорошо? Себя вспомнить. И нас с тобой тоже вспомнить. А может, это даже и к лучшему? А давай начнем все сначала. Как будто ничего этого не было. Как будто в тот день в больнице мы и вправду впервые друг друга увидели. Как это не было. Не придумывай. Мне сейчас хватает того, что у меня и так ветер в голове. Здесь холодно, ужасно. Пойдем, мам. Что такое? Тебе плохо? Нет, я ногу отсидела, все в порядке. Слушай, наверное, так старость и начинается. Тут болит, там склероз. Давай склероз. Спасибо, что не ума разом. Слушай, нет, подержи просто на стаканчик. Пойдем, пойдем, пойдем. Какой кошмар. Даешь? Мама будет тебе рада. Не, не сегодня. Поздно уже. Завтра на новую работу. Рано вставать. А, ты все-таки решился? И не будешь жалеть, что выходишь из торговли? А что торговли? Подай, принеси. Никаких перспектив. Я все равно хотел ее менять. Спасибо, кстати, твоей маме, что за меня похлопотала. Кстати, я не думал, что сразу в начальники возьмут. Очень страшно. Я бы лучше сначала в рабочие пошел, чтобы всему научиться. Ну, ничего. Если не справишься, в рабочие тебя успеют перевести. Угу. Ну, я в тебя верю. Пока. Кать. Угу? Я рад, что вам встретились. Ирочка, у меня тут с поставщиками переговоры затянулись. Так что ужинайте без меня, ладно? Да, я поняла. Мам, я дома. Катюша пришла. Ну, мы тогда с ней устроим девичник и перемоем вам с Артемом косточки. Но ты все равно долго не задерживайся, я без тебя ложиться не буду. Хорошо, постараюсь управиться быстро. Я тебя целую. Я тебя тоже. Пока. Катюш! Ну что, полтора часа у нас есть? Управишься? Ну, дай помогу, ну что ты. Ой, Вовик, не тот ты уже гусар, который раньше меня на пятый этаж на руках носил. Вспомнила. Да я попьян тебя и сейчас на пятый этаж доносил. Доносил. Не унесешь. Ну, пусти. Ну, пусти, Вовик. Разобрел ты на Иркиных перинах. Не боишься, что я с кем-нибудь помоложе в Таиланд махну? Ну, взять хотя бы и Артема? Увиду не глядя мужа у племянницы. А че? Темно мальчик молодой, симпатичный, на денежки платки оказался. А я с твоим богатством, ох, завидная невеста, да? Ты так не шути. Вовик, пусти больно. Куда я тебя тенусь? Нет, ты скажи, я что должен был отказаться от денег? А мне вообще-то сережки нужны? Только не надо больным ребенком прикрываться. Он что, мало настрадался? Верни, все, откажись. Нам такие деньги не нужны. Нет, я не могу. Я слово дал. Люд, да пойми ты, они мне хорошую должность своей фирме предложили. Я за полгода в ДК столько не зарабатывал, сколько теперь за месяц получать буду. Мне что, теперь от всего отказаться? Я вообще-то ради кого это делаю? Ради тебя, ради сына? Если что? Если что, то не надо нами прикрываться. Ты свой выбор сделал со мной, не посоветовавшись. Теперь поступай, как знаешь. Верни кольцо. Верни кольцо. Верни кольцо. Теперь иди. Верни кольцо. Милю, ты что? А как же, сын? Я же с вами должен. Ничего, я Сережке правду скажу. Что ты нас на деньги променял? Присал немножко, чтобы откупиться. Катя, Катя. Катя, Катя, Катя. Катя, Катя, Катя. Катя, 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 Катя. Катя, Катя, Катя. Я думаю, все-таки пройтись по музыкальным школам, там справки навести. Вдруг педагогу какому-то нужна подработка. А мы тут оформим. Правильно. Да. А что тут сочиняешь на ночь глядя? Готовлю письма для спонсоров. Может, кто-то поможет с мебелью для нового корпуса. Да, я понимаю, что рано еще Катя только документы на фирму передала. Но вы знаете спонсоров. Их ждать надо годами. Все-таки Катя молодец. В таком состоянии. А слово держит. Ну да. Как Лиза? Как всегда. Воюет со всеми. А как не воевать с таким-то характером? Откуда быть другому? С такой мамашей, которая третий раз сидит за воровство и видит дочку только между тюрьмами. Ну ничего, я уверен, что Лиза помирится с Катей. А ты? А что я? Или ты сдулся, как увидел ее с Хахалем? Ты что думаешь, я слепая? И не видела, как вы с ней миловались. Ольга Леонидовна, это ваши фантазии. Вы забыли, что у Кати есть жених. У меня с ней сугубо деловые отношения. Ну, как знаешь. Только я бы за такую поборолась. Супер, тогда я буду через полчаса. До свидания. Саминка, привет. Скажи, а мой заказ готов? А, да. Вчера еще напечатала, сейчас. На. Спасибо. Ты опять в интернат? Да, я им обещала. Давай. Хорошего дня. У тебя. Спасибо тебе. Нравится? Очень. Хорошо. Слушай, а ты… простите, но вы все-таки вышли замуж за Артема? Поздравляю. Нет. Почему вы так решили? А вот это… разве не обручальное кольцо? Обручальное… Это было несколько тверей. В то же время, как я не могу, я хочу. Почему вы так решили? Я не могу, я ничего не хочу. Если бы не было, я ничего не смогу… Осталось с Богом, я никто не мог кому-то медицинской. Мне нужно... Понять не hierarchе, я могу. Только я переживаю. Это я, мою землодористку. Но не могу, для тебя. Поздравляю тебя. У меня и многих слов. У меня не могу. Можешь? У меня тверейчик. Просто я, человек, я не хочу. Я люблю тебя. Я тоже Victorian. Девушки отдыхают Артем, я тебя еще и перезвони мне, как сможешь. Это срочно. Девушки отдыхают Вот такой настрой мне нравится. А с новым прорабом, я думаю, мы раньше срока закончим объект. Владимир Андреевич, вы подождите, радоваться. Смотрите, что нам привезли вместо нормальных материалов. Чего ты мне показываешь? Чего ты мне показываешь? Тем более за объект сейчас отвечает Артем, как тебе по батюшке? Ильич. Артем Ильич, вот все вопросы к нему, а ты их не слушай. Они тебе знают, что-то в уши-то петь будут. Им выгодно сроки затягивать, они за эту переработку получают. Значит так, ребятки, сдаемся раньше срока. Прораб, с тебя с первого спрошу, ты понял? Понял. Ну, иди сюда. Чего там? Смотрите, Артем Ильич, это ж через месяц все переделывать придется. Я не знаю, надо выпрямить. Как знаете. Вы начальство, вам объект сдавать. Мы люди маленькие. Я не понял, ты их что-то вызвал? Нет. Мне позвонила. А, черт, тут же связь плохая. Ирочка, что у нас случилось? Здравствуй. Здравствуй, Артем. Решила поработать с курьером, только до сих пор не забрала документы по интернету. Хорошо, что ты их увидела. Катя здесь сразу звонила. У меня тоже пропущены. Может, что-то случилось? Я ей наберу, а? Давай, давай. Володя, у меня идеи. Ну, поскольку я приехала, давайте пообедаем все вместе. Здесь есть поблизости какой-нибудь ресторан? Володя. А, конечно, есть, да, недалеко. Пойдем. Артем, идемте с нами. Пожалуйста. Всего хорошего. Хорошего дня. Приходите к нам еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Извините, вы случайно не знаете вот эту женщину? Конечно, знаю. Это наша хозяйка. Люда, это Артем. Иди товар из стола. Иди. Вам уже, кажется, ответили, что это наша хозяйка. И мы здесь не обязаны отвечать на ваши вопросы. Или вы что-то вынюхиваете? Я не очень понимаю, почему вы меня грубите? Я просто... А нам за просто деньги не платят. Что-то еще? Нет, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Походят тут всякие. Люд, чего ты как с цепи сорвалась? Кто это вообще был? Давай ты не будешь свать носки в свои дела. Заходите. Кирилл Сергеевич, можно? Да. Проходите. Ваш заказ, пожалуйста. Спасибо. Выглядит очень аппетитно. Вы знаете, мы попозже закажем. Чего Катя не звонила? Она зачем хочет сюда приехать? Я не знаю, наверное, возникли вопросы по интернату. Володя, я тебя очень прошу, найди, пожалуйста, время. И посмотри, какой там объем работы предварительно. Для Кати это очень важно. Хорошо, я съезжу туда. Сегодня вечером я этим займусь, обещаю. Господи, ну. Вся семья в сборе. Хорошо, что вы все здесь. А я помню эту фотографию. Володь, не знаешь, куда она у нас потом подевалась? Ты видела это фото? Володь, почему эта женщина тебя трогает? А это не женщина. Это это... Тетушка, что ли, твоя? Ты меня с Катей к ней возил. Дина. Тоня. Дина? Дина, вот. Послушайте, дайте мне спокойно сделать заказ, а? Ань. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. А что за бардак на витрине? Что, пыль сложно вытереть? Привет, Людок. Чего нос воротишь? Не с той ноги встала? Паша, что ты за троих? Зарплата все та же. Она еще и орет. То есть вы хотите сказать, что я познакомила вас с Артемом и с его тетей? Вы ничего не путаете? Катюш, помнишь ли ты, что у нас с тобой не совсем простые отношения? Но, когда накануне дня рождения твоей мамы я спросил у тебя, что ей подарить, ты мне рассказал про Артема, мы поехали к нему в салон, ну, посмотреть там, проконсультироваться. Дорогая, тебе понравилась эта шкатулка? Она прекрасна. Вот. А это оттуда? Ну, если вы так все хорошо знаете, может, вы мне и расскажете, откуда у Артема на фотографии обручальное кольцо? Или, может быть, ты мне сам расскажешь? Я ничего не понимаю. Артем. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич. Вызывали? Да, вызывал. Олечка Леонидовичка, миленькая моя, здравствуйте. Я вот за дочкой пришла. Выпустили по амнистии. Здравствуй, Рая. Не ожидали. Ольга Леонидовна, подготовьте Лизу, направляем ее домой. И надолго ты ее забираешь? Да. Прошлый раз помнится. Она через полгода вернулась назад. Олечка Леонидовна, но я же не спорю. Я виновата. Но я исправилась. Вот вам крест. Я ради дочки на все готова. Она же кровинушка моя. Как тут Лиза без меня? Да не хуже, чем с тобой. Ты работать собираешься? Или опять на дочке на пособие будешь жить, а? Да я бы таких матерей, как ты, на километры не подпускала. Я вас прошу, займитесь тем, о чем я вас попросил. Подождет. Лиза сейчас на уроках. Вот вернется, пообедает со всеми и, может быть, отпущу. Кирилл Сергеевич, вот чего она так со мной? Ну, оступился человек, с кем не бывает. Но я же мать, а не тетка. Раиса, проблема в том, что эти слова мы уже слышали. Оступилась, не виновата. Ладно, мы. Но Лиза вам верит. А в итоге, растет без мамы. Да, я понимаю. Ой, Лизка, что ли? Боже, как вымахала. Лиза. Красавица моя. Катюшенька, жаль, что ты это не помнишь. Ну, вы хотели расписаться после дня рождения мамы, а кольцами обменялись раньше, когда Артем сделал тебе предложение. Да. Да, мы так хотели. Кольца тоже. И я свое надел. А ты сказала потом. Ну, я снял свое, когда ты меня забыла. Господи, бедный, бедный Артем. Катюша, ну, почему ты нам не рассказала о своих отношениях? Постой, где твое кольцо? Нам надо дома все посмотреть, Катюш. Конечно, да, мы его поищем. Артем, прости, что я себя накрутила. Прости, это, прости. Артем, обязательно познакоми меня со своей тетей. Мы скоро будем одна семья, и мы должны держаться вместе. Володя, у нас в следующем воскресенье когда еще на свадьбу, и давайте соберемся в этом ресторане. мне здесь очень нравится. И Артем пригласит свою тетю на торжество. Ира, это личный праздник. Мы никогда не приглашали на праздник посторонних людей. Володя, ну почему посторонние? Катюша, пожалуйста, пригласи Сабину. Я с ней давно не общалась. Мам, ты как? Тебе плохо? Я просто переволновалась. Новая информация. Мам, давай, хочешь, домой поедем? Да, конечно. Я провожу вас. Нет, нет, пожалуйста, вы обедайте вам. Еще целый день работать. Володя, ты помнишь, что ты мне обещаешь? Ну, обещал, значит, сделаю. Спасибо. После обеда сделаю. Ты, главное, не волнуйся, дорогая. Отдыхай. Я думал, ты расколешься. Но ты молодец, подыграл. Не зря я тебе деньги плачу. И вообще-то уже не только из-за денег. Ну-ну. Пара. Пара. Эта платья едет в Таиланд. Эти брючки едут в Таиланд. И эта кафточка едет в Таиланд. И этот купальник с Диной едет в Таиланд. Не понимаю, о чем вас не устраивает это помещение? Ну, здание давно в аварийном состоянии. Мы только обшивку на крыше, которую год меняем. Идемте, я вам покажу. Идемте. Ну, если дело только в обшивке, завтра же поменяем. Это будет и быстрее, и дешевле. Проблемы на каждом шагу. Во всем здании только одна общая душевая. Девочки, мальчики все моются по очереди, по расписанию. Коммуникации все прогнили. Дети спят по десять человек в одной комнате. Мне продолжать? Понимаете, мы хотим с Катей сделать, чтобы у детей было хотя бы какое-то личное пространство. Элементарная возможность принимать душ тогда, когда им хочется. Да-да, это, конечно, все очень душесчипательно. Но я бизнесмен. И думаю, как оптимизировать затраты. А вы вообще понимаете, о каких суммах идет речь? Да, конечно, мы с Катей все обсуждали. Я благодарен ей, что она дает нам такой шанс. Она. Кирилл Сергеевич. Все? Забрала? Ну что, Лизка, дом есть дом. Ты нас там не забывай, окей? А мы как раз обсуждаем строительство нового корпуса. Ну, приезжай, когда будет построен. И Катя будет рада тебя видеть. Пойдем, доченька. Не будем мешать людям. До свидания. Да. Давай. Почему вы с этой девочкой говорили о Кате? Или мне послышалось? Да, это Лиза. Катя хотела получить на дне опеку. А-а-а. Виталий, смотри, анкера вырывает. Уже двадцатую дырку сверлим. Сверлите новое. Так это же это, никогда такого не было. Брак делаем. Рухнет скоро. Давай, может быть, новому прорабу скажем. Договорил уже. И что? Работай давай. И не лезь, куда не просят. Да иду. Чего у тебя за бардак, а? Ну, что бардак? Я собираюсь в Таиланд. Что, голод должна лететь? Таиланд. Это хорошо. Только бы здесь сначала не облажаться. Катька где-то фотку нарыла. Где ты в меня вцепилась. Устроила при Ирке допрос. Ну, мы с Артемом открутились. Сказали, что ты его тетка. Понятно? На моей здесь брендилась. С тобой познакомиться. Так что смотри, не подведи. Вообще лучше молчи. За умную сойдешь. Ну, что, дура совсем? Чего ты смотришь? Ой. Ну, Вовик. Со всех сторон обложили. Ирка с Каськой вцепились, как клещи, насчет этого интерната. Там директор борзый. Деньги тратит, как свои. Ну, ладно. Что у тебя? Сегодня 17 лямов должно на счет капнуть. Да, приснил. Хорошо, значит так. Покупай доллары. Неизвестно, что там с евро будет. У них. Все, я поехал к Ирине пыль в глаза пускать. Отчитываться про поездку в интернат. Вовик. Будь он не ладен. Вовик, а чего с салоном с квартирой? Что, правда так бросить все? Салон закрывает. С квартирой сглупили. Надо давно было ее продать. Ты риелтор. Позвони, может быть, успеет. Меня не провожай. Все. Катя, что ты ищешь? Ты хоть скажи, может, я видела. Картюна наша обручальная с Артемом. А вы же расписались? Ты просто мне ничего не говорила. Нет, мы не расписались. Мы собирались только. Слушай, я вообще ничего не понимаю. Дома его тоже нет. Сабин, из меня кого-то поделал какого-то другого человека. Обручальные кольца, цветы каждый день. Ты же знаешь, что мы с Тимуром смеялись над этим. Да. Тимур был такой. Артем, видимо, другой. Кольцо дорогое было? Не знаю. Слушай, ну, ты не расстраивайся. Не найдешь, купите новое. Вы же все равно еще не расписались. Слушай. А Владимир Андреевич тут тоже что-то искал, пока ты была в больнице. Здесь? Да, здесь. Вот, вот. Ну, ему сказали в больнице принести. А, он игрушку твою забрал? Игрушку мою? Да. Ну да, рыжий такой, лисенок. Ну, ты в тот день принесла со съемки в парке. Сказала, подарили. Так вот, наверное, что мне Лиза подарила. Здравствуйте. Ваши фото будут готовы через час. Катя, слушай. Такое дело, я понимаю, мы уже с тобой говорили на эту тему, но люди спрашивают. Что люди спрашивают? А, ну, про фотографии Тимура. Сегодня опять хотели купить, но ты же не разрешаешь их продавать. Ну, это чисто твое дело. Лично я бы хотела, чтобы фотографии брата радовали людей. Да? Я так говорила? Да. Не, мне кажется, это очень хорошая идея. Давай мы, может, выставку организуем в поддержку интерната. Ну, и позовем папинок друзей. Они же успешные люди, а интернату как раз нужны меценаты. Мне кажется, это хорошая идея. Класс. У меня был к тебе вопрос. Ага. Скажи, как тебе этот дружочек? Ничего, дружочек. Да? Я думаю, Лизе подарить. И заодно расскажу ей про лисенку. Все. Пока. Ну, ты как? Живая? Дуже получше, Володь. После таблетки даже заснула. Ты что, выпил, что ли? Это я? Ты что, шуточишь-то? Салон в автомобиле протирала, а салфетки эти со спиртом, вот нано пахнет. Ты что? Ой. Майки, мне спина залежала. Ой. Давай. Сейчас-то, сейчас-то. Ой. Черт. Это я неуклюжая. Да ладно. Это все лишь цацки. У тебя он их полная коробка. Это твой самый первый подарок. Это символ нашей любви. И я хотела надеть этот браслет на нашу годовщину. Да ничего. Ювелирую отдаст, соберет. Будет как новенький. Болотик, а у меня не выходит из головы эта фотография. Ну, почему это, Дина, ты к тебе прижималась? Ну, что с нее возьмешь, а? Провинция. Они все там такие. Ты у нашего Артема возьми. Безгода неделя в фирме, а уже перезнакомился со всеми. Так. Вот чуть-чуть, оп. Вот сейчас вроде все. А я посчитаю. Их было ровно тридцать семь. Я загадала, что столько лет мы с тобой поживем вместе. Ну, считай, считай. Кать, привет. 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 А вы случайно Лизу не видели? А Лизы нет. Ее мама еще в обед забрала. Да? Спасибо. Кирилл, здравствуйте. Здрасте. А скажите, а про Лизу это правда? Да, извините, я не успел вас предупредить. Для нас, для самих это было неожиданно. Понятно. Если бы я знала, что Лизу мама забирает, я бы ей подарок пораньше привезла. Я теперь ее не увижу. Понятно. Спасибо. У меня есть идея. А я собирался в воскресенье проведать ее. Ну, посмотреть условия проживания. Может, поедем вместе? Ой, я с радостью. Только я не могу в выходные. Тогда в понедельник как у вас? Да, я в понедельник могу. В первую половину дня. Отлично. Тогда я до понедельника. Да. У меня еще вопрос. А можно я у вас этого дружочка оставлю? Это подарок для Лизы. И тогда бы мы вместе его и подарили. Вы и я? Да. Конечно. А ты чего приперс? Я как-то неясно сказала, чтобы духа твоего здесь не было. Попросила, чтобы аванс пораньше выдали. У Сереги завтра операция? Да. Возьми. Возьми, говорю, в больнице пригодится. Купи что-нибудь врачу сверху. Коньяк там, еще что-нибудь. А на карточку ты не мог перевести? Нет же, надо было среди ночи явиться, показать, какой ты заботливый. И время вдруг нашлось. Странно, как это тебя твоя Катя отпустила. Люд, не начинай, а. Это ты у нас вежливый. Совсем городской стал, да? Под стать твоей. Простите, пожалуйста, извините, я только спросить. Ты с Катей разговаривала? Зачем? Где ты ее видела? А она сама ко мне в салон пришла. Все выспрашивала про тебя, про Дину. Да ты не переживай, я ей ничего не сказала. Больно надо. Главное, я только эту спровадила, так сразу и тетка явилась. И давай про тебя выспрашивать, про твоих родственников. До седьмого колена, ты мне скажи, пожалуйста, а ей какой интерес, а? Па, ты к нам насовсем вернулся? Нет, он не вернулся. Уходи, пожалуйста. Я к вам завтра приду. Не надо к нам приходить. И помогать нам тоже не надо. Сами справимся. Пожалуйста, не ходи к нам, а. Не дергай. Володь, ну ты опять работаешь без выходных. Вчера ушел на целый день, а сегодня опять? Ну а что делать? Объект заканчиваем. Надо самому все контролировать. Через неделю заказчики приедут. Ну ты Артема заставляешь работать. А я бы хотела, чтобы он больше времени проводил с Катюшей. Ничего, ничего. Вы знаете, как зарабатываются деньги. Так, телефон. Так, телефон. Вот. Ну, я вся про ресторан помню. Вот сколько с тобой заехать? Мы с Катей сами доберемся. Я уговорю ее пойти в салон красоты, сделать укладку. Володя, встретимся в ресторане. Вы только с Артемом, пожалуйста, не задерживайтесь. Да, да, да. Володя, пожалуйста, забери браслет у ювелира. Там квитанция на столике в прихожей. Квитанцию забрал. Все, на связи. Квитанция на столике в прихожей. Здрасте, Убилия Ильевна. Здрасте. Что дома не сидится? Ну, все дела переделал. Думаю, вас проведать. Вы же не прогоните. И долго ты собираешься все свои выходные со мной проводить? Кто б говорил. Вы сами все время на работе. Что? Да вот смотрю, когда у тебя крылышки за спиной появятся. Прямо такой благостный стал. Какая же противная. Не понял. Вы, Катя, нравится? Нравится. Так как же ты допускаешь, чтобы другой мужик за ней ухаживал? М? Я не забыла, как мы от тебя всей школой Вовку отбивали из параллельного класса. Только за то, что он стал ухаживать за девчонкой, с которой ты встречаешься. Что сейчас не так? Да, вспомнили тоже. Тогда все ясно было. Сейчас Катя меня, получается, обманула. Про Артема ничего не сказала. Я думаю, что она мне доверяет, но нет. Артем, что было, учудил в детстве. Взял, значит, материн и сестры моей родной сапоги. И краской обычной, что забор красят красной, выкрасил. И всем соседям в сценке показывал кот в сапогах. Ты помнишь, как мать тебя с Лазиной по селу гонялась? Да, было такое. Было, было, конечно, было. А я заступалась за него, я всегда за него. Ой, давайте выпьем, давайте, мои хорошие. Можно нам... Да есть, есть все. Ой, есть. Давайте за встречи, за знакомство, за вас, за меня, за нас. И чтобы вы понимали, что Тёма, он не безродный. У него есть тетка. Я всегда, всегда с тобой. Мы вот так с ним. Вот так. Успокойся. Друг за дружку. Все, давайте выпьем. Дин, у вас такой красивый браслет. Можно посмотреть? Да. Редкая вещь. Ага. Мне Володя такой подарил. Похож, правда? А вы свою давно покупали? Я бы тоже взяла на детали. Я не помню. Дина, я, наверное, уже спрашивала, вы замужем? Нет. Ну, не сложилось. А в деревне у вас кто-нибудь остался? Ну, наверное, скучаете по родным местам. Там хорошо, природа. В Барановке? Ну, ну что, это край света. Ну, Господь с вами. Это же машинная полдня. Скажи им. Мы же каждое лето туда за арбузами. Ребята, у нас в Барановке такая бахча. Ну, это просто невозможно. Нужно нам всем вместе туда поехать. Сабина, а ты замужем? Нет. А это к чему? Как это к чему? Не замужем. Да мы тебя там быстро выдадим. Знаешь, сколько у нас там военных неженатых? Ну, надо же, сегодня столько совпадений. Мой Володя тоже служил в тех краях. Володь, а ты не помнишь, что, может быть, встречала Диану и Артема? Ну, что ты? Вряд ли у нас городок был закрытый. Ну, ты же сам рассказывала, что вы ходили куда-то там в деревню за молоком. Диана, у вас была корова? Слушайте, музыка прекрасная. Екатерина, я приглашаю вас на танец. Господи, Артем, мне удобно. Сядь, пожалуйста. Катя, ты чего? Идите танцевать. Пойдем. Пойдем. Не расстраивай меня. Иди, это не обсуждается. Ма, а когда мы будем есть? Ма, я есть хочу. Да, да, Мила, сейчас мама макарошек сварит. Красивая пара, да? Как мы, Артемка, на вашу Катюку смотрим. Вот так улечу в Таиланд. Даже на свадьбу не смогу к ним прилететь. А вы на отдых? Нет, на совсем. Буду жить там с тайцами. Меня здесь ничего не держит. Даже ребятенка не родила. Все. Спокойно. Успокойся. Что ж ты делаешь-то? Дина, угомонись. Не обращай внимания. Мои корольцы, я люблю. Так, все. Володь. Володя. Пожалуйста, вызови для Дины такси. Да, да, конечно. Все, все, все. Ты же ее не обидеть. Пойдем. Спасибо. Давай, давай, давай. Надевай. Не, ну. Дина, пойдем. Ой, какая Катя с Иркой хорошая. Чего Вовик на них наговаривает, а? А Сабина, она вообще чума. Вот такую татуху себе тоже хочу. Слушай, я не сильно опозорилась. Сильно. Прокатав в сапогах было лишним. Ну, прости, прости, прости. Дома коньяку маханула для храбрости. Тут одно вино было. Все, давай. Тебе, Вовик, все деньги отдал? Половину отдал. Другой отдастся через неделю, когда договаривались. Не, не, не. Так не войдет. Ты сейчас, пока он здесь, у него все деньги забери. Понял? Да понял, я понял. Понял? Через неделю поздно будет. Только тсс. Я тебя не... А? Ты не нафинка. Да, Дина, садись. Я хоть пьяная, я плохого не посоветую. Сабина! Ира! Садись. Я иду. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ноги убери. Артем, ну как она? Если честно, не очень. А ты взешь ее? Конечно. Как себе, отпускать не буду. Вернусь сразу домой. Не скучай, ладно? Ноги убери, говорю. Владимир Андреевич. Да. А это мой Лисянок? Ведь мой, да? Твой. Забыл отдать. Я его искала. Мне его Лиза подарила. Видишь, нашлась пропажа. Так, ну давайте по коням. Сабина, тебя подвезти. Мимо тебя поедем. Нет, нет, я к друзьям еще заскочу. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Соскучилась по вольной жизни. Может, папку нового нам найду? Так, давай, учись, чтобы мамке не было сыгно за тебя. Раиса, давай быстрее. Пока. Ой. Ну, долго ты. Подожди ты, не терпится. Ирочка, а хочешь, я с тобой посижу? Да нет, Володечка, ты идти отдыхай, устал. А мы с Катюшой поболтаем, Артем подождем. Ага. Володь, закрой дверь, пожалуйста, а то сквозит по ногам. Хорошо. Спасибо. Мне Артем звонил. Сказал, что тетю довез. И уже едет обратно. Хорошо. Хорошо. Своеобразная эта женщина Дина могла бы быть артисткой. Это, наверное, у них семейное. Кать, вы такая красивая пара с Артемом. Да уж. Мы красивая пара. Да, и мне кажется, Артем переживает из-за ваших отношений. Да, он тебе что-то сказал? Нет, он ничего не говорил. Просто я вижу, что он мучается с вашей этой неопределенностью. Если вы решили пожениться, идите в САГС, не демлекать. Мам, давай мы как-нибудь с этим сами разберемся, хорошо? Катюш, ты что, проголодалась на ночь? Нет, я хочу испечь пирог. Мы завтра утром идем к девочке, которая Лисенка подарила. Мы это... Ты и Артем? Нет. Мы это... Я и Кирилл. Кирилл, это директор интерната, я тебе про него говорила. Да, Кирилл, я помню. А сколько ему лет? Он женат. Если он не семейный, познакомь его с Сабиной, пожалуйста. Она сама никогда не выйдет замуж. Мама, зачем мне это делать? У тебя одно на уме и всех переженить. Я просто хочу, чтобы все люди на земле были счастливы. Вы с Артемом, мы с Володей. Артем. – Привет. – Привет. Ну, вы тут сами. Я спать. Хозяинчаешь? Не устала? А я что-то снукволюсь. А знаешь, я все поняла. Только не понимаю, зачем надо было врать? Что ты поняла? Ну, почему Дина и отчим не признали, что они знакомы? Они весь вечер переглядывались. Он там служил. У них браслеты одинаковые. И на фотографии она его трогает, как старого знакомого. Даже если между ними что-то было, ну и что, какая разница? Мама что бы не поняла, конечно, поняла. У всех есть прошлое. Странно этого стыдиться. Ну? Что скажешь? Я права насчет отчима и Дины? Артем, посмотри на меня. Кать, пожалуйста, не заставляй меня. Я не имею права. Мне так много нужно тебе сказать. Я очень боюсь тебя потерять. Слушай, вы с мамой сегодня сговорились. Пожалуйста, не давите на меня. Испачкала. Ничего. Добрый день. Мы войдем? Ну, конечно, проходите, раз пришли. Вы извините, что без предупреждения. Просто телефон ваш не отвечает. Знакомьтесь, это наш волонтер, Катя. Здрасте. Здравствуйте. Так, собираю свои вещи. Вали, ко мне люди пришли. Где? На трубе! Скажите, а где Лиза? Мы знаем, что у нее вторая смена. А, она в магазин пошла. Это вам. Ой, спасибо. Да, это домашний с черносливом. Лиза любит. Раиса, я вам в прошлый раз еще говорил, что ребенку нужен отдельный письменный стол. А, а чем этот вас не устраивает? Тут больше всего света. Тебе сказала, вали. Ой, Лизонька, нет, проходи, проходи. Как раз к тебе проверяющие пришли. Привет, Лиза. Лиза, а что ты стоишь? Язык засунула в одно место. Тебе вон люди подарок принесли. А ну, скажи спасибо. Раиса, лучше покажите, что у вас на кухне. А, что у нас на кухне? А ничего. Я пока на зоне была, они всю мебель вынесли. В холодильник даже забрали. Лиз. Это тебе. Нравится? А еще я нашла твой подарок. Лисенка. Это ты мне подарила, да? Значит, продукты хранить негде. А что, мне холодильник за красивые глазки дадут? Знаете, критиковать может каждый. А вот после судимости найти работу с хорошей зарплатой, это совсем непросто. Знаете, искать оправдание тоже может каждый. Работы полно. У нас, например, в интернате нужен дворник. Приходите, я устрою в любой момент. Я Сеня на помойке нашла. Знаю я вашу работу за три копейки. Трусы себе не купишь. Вы знаете, если вам нужны деньги... Нежки добавить ей деньги! Никимона, мне нужно! Уходи, слышишь! Рейса, у меня к вам серьезный разговор. Да, Вовик. Спишь, алкоголичка? Вставай уже, иди деньги обналичивай. Который час? Дина, давай без шуток. Глотай аспирин и займись делом. Да, сейчас. Ну что, пирог отвоевали, постер Лиза тоже оставила себе. Вы обронили. Да, Раиса хотела прикарманить, но Лиза забрала, отдала мне. Спасибо. Вы видели, как они живут? А чем они питаются? Только хлеб и молоко. Так нельзя, надо что-то делать. Я не знаю, может через соседей им деньги передать? Помощь нужна, но только не деньгами. Такая мать их пропьет. Лучше привозить продукты и вещи. Тогда давайте по этим супермаркет, я рада видела. Поехали. Катя, Катя, вы должны привыкнуть к тому, что с Лизой ее родная мать. Мы для них чужие. Нельзя себе навязывать, это может обозлить Лизу еще сильнее. Кирилл, ребенок не может и не должен жить в таких условиях. Я понимаю, что иногда детям лучше жить в интернате, чем дома. Но есть закон, который пытается сохранить семьи. Даже такие. Все, кто вырос в интернате, у них сложная судьба. Мы попадали туда в силу разных причин, но каждый до конца верил, что за ним вернутся. Ну и что, вы тоже из интерната? Да, причем из этого же. Помню, как родители уехали на заработки, меня оставили с бабушкой. Помню, как мама звонила, хвасталась, что везла доллары. Это был последний звонок. И что случилось? Не знаю. Пропали без вести, нам так сказали. Были люди и не стало людей. А когда бабушка умерла, меня отправили в группу к Ольге Леонидовне. Ох, она со мной намучилась. Я сбегал только раз пять. Хотел сам найти родителей. Чуть что, сразу в драку. Прям как Лизка. На учете уже стоял. И тогда Ольга Леонидовна устроила мне шокотерапию. Попросила бывших выпускников интерната отправить меня в колонию на полдня. Сработало. Я закончил школу с медалью. Отслужил. Потом вернулся обратно. Я все это рассказывал. И вы мне тоже. Про себя, про родителей, про Тимура, про то, как он погиб. А про нового жениха ни слова. А про Артема почему-то вообще никто не знал. А он почему-то не знает про Лизу. Это все очень странно. Как будто бы у меня какие-то две параллельные жизни были. Которые не пересекались. Почему так? Не знаю. Разберемся. За Лизу вы не переживайте. Мы своих не бросаем. Вы очень сильны. Я вам верю. И Лизе очень повезло, что у нее есть вы. Я... Я вас тоже в обиды не дам. Я хочу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok А чего это вы повесили? Привет. Я думала, ты в больнице. Не звонёшь, чтобы не тревожить. Ну, чё? Как там Серёжа? Нормально, спасибо. Спасибо, что интересуешься. Операция, слава богу, прошла нормально. Я, правда, так перенервничала, что вот вышла голову проветрить, пока он спит. Ну, заодно посмотреть, как ты тут без меня справляешься. А у вас чего закрыто? Дина не предупредила? Она говорила, что сама тебе всё объяснит. Что всё? Так всё, к ревизе готовимся. Остатки собираю. Закрывает салон она. Пришла утром злая, говорит, всё, надоело. Да. Уезжаю. Она даже квартиру продаёт. Представляешь? Лёд, как думаешь, она рассчитается с нами? Потому что меня на прошлой работе с расчётами кинули. Лёд. Лёд, ты вообще меня слушаешь? Может, это к лучшему. Может, это к лучшему. Может, так должно быть. А это всё работы вашего мужа, да? Да. Ну, не все. Все они помещаются. Ещё больше находится в электронном варианте. Тимур очень много снимал. Я раньше очень глупо себя вела. Я прятала его работы. Ревновала, когда кто-то на них смотрит. Я верила, что они как-то связывают меня и Тимура. А теперь мы ищем помещение, чтобы повесить все работы Тимура. Да, отлично. Вы можете на меня рассчитывать как грузчик, и как водитель, и как монтажёр. Спасибо. Скажите, а принципиально, чтобы выставка была в центре? Да нет, конечно. Главное, чтобы места было много, чтобы работы все поместились. А если провести выставку у нас в интернате? Это хорошая идея. И люди увидят, кому надо помогать. Странно, что я сама до этого не додумалась. А дети сделают всем подарки? Да. Мы столько проблем с вами решили. Прямо за полминуты. И с арендой, и с хранением, и с охраной. Сабин! Кирилл нашёл идеальное место для выставки. Это Сабина. Здравствуйте. А я вас сразу узнала. Это же вы на фотографии с детишками? А, с шариками? Да, я. Извините. Кирилл, вы меня извините, конечно. Мама мечтает выдать Сабину замуж. И поручила мне узнать, не жената ли вы. Я, наверное, вас уже спрашивала. Да, я рассказывал уже. Но с тех пор ничего не поменялось. Я по-прежнему один. Угу. Хотя да, я был женат, но супруга меня бросила. Сказала, что я неудачник, который тратит время на чужих детей. Какой башмор. Да ты самая благородная из всех, кого я знаю. Простите, пожалуйста, я… Вы не против? Да. Дело в том, что мы уже были на «ты». Вы передайте вашей маме спасибо за заботу, но я не смогу жениться на Сабине, потому что… Мне давно нравится одна девушка, но она выходит замуж за другого. Катя, там звонили по поводу фотосессии. Простите. Можно тебе на минуточку? Да, конечно. Я помешала, да? Нет. С чего ты взяла? Я что, слепая? Я же вижу, как он на тебя смотрит. Вы реально в коннекте. Слушай, а тебя моя мама не укусила, просто ей тоже везде мерещатся какие-то коннекты. Нет. Я просто тебя хорошо знаю. Да, у тебя есть Артём, но ты с ним другая. А сейчас ты мне нравишься больше. Ты была такой с Тимуром. О-о-о! Грёга! Здорово! Как видишь меня? Хорошо видишь? Ага! Не крыжи ребёнка! Спасибо, что позвонила, а то я весь извелся. Пожалуйста, я по делу позвонила. На, держи. Что это? Деньги, спасибо, не понадобились. Подожди, а как же операции? За неё же надо платить. Не надо. Мальчика из соседнего города привезти не успели, и доктора уже собрались, так что нам отдали бесплатную квоту. Как видишь, Господь Бог берег нас от твоих дурных денег. Ты чего стоишь? Пересчитай. Там всё, я ни копейки не взяла. Вместе с авансом. И в будущем нам с Серёжкой твои деньги не понадобятся. Люд, возьми хоть аванс обратно. Я это мои, я отработаю. Серёжку в санаторий сводим, ему надо свежим воздухом подышать. Знаешь, в посёлке воздух не менее свежий. Да что ты заладил со своим посёлком? Мы же договорились, что останемся тут ради него. Мы с тобой ни о чём не договаривались. Ты это сам себе придумал. Новую жизнь, новую жену. Может быть, я уже и ребёночка и сделал. Люд! Что, Люд? Ты знаешь, с меня хватит. Я пожила в этом городе, посмотрела, как люди живут. Как некоторые ради денег готовы из штанов выпрыгивать. И я не хочу, чтобы мой ребёнок брал с тебя пример. Ты знаешь, мы проживем без денег, зато по совести. Тём, чего молчишь? Сказать нечего. Скажи папе, до свидания. Серёжа. Что ты втопаешь, как слониха? Мам, это был мой пирог. Тебя в школе покормят. Я законно знаю, малые мужики должны кормить. А если не покормят, то им такой скандал устроишь, что малые не покажутся. Ну, я же холодная. Я привыкла, что в интернате в это время мы всегда кушаем. Как привыкла, так и отвыкнешь. Люди вот специально на диетах сидят, чтобы стройными быть. Дай мне тогда денег. Я на вечер продукты куплю. А то опять ночью вернёшься. А нет денег, Лизка. Ты же сама этой тётке кошелёк отдала. Ты честная, благородная. Вот теперь выпутывайся, как знаешь. Что, воровать идти? Да хоть и воруй! Я до тебя воровала, когда ты маленькая была. Я, между прочим, из-за тебя каждый раз на зону попадала. Всё, Лиза! Хватит! Я о тебе заботилась, и ты обо мне думай! Поняла? Давай, держи. Спасибо. Алло? Кать, привет, это я. Ты где? Слушай, я могу к тебе приехать? Нам нужно поговорить, а? А что случилось? У тебя странный голос. Всё в порядке? Это важно. Ты в студии? Нет, я в интернате. Мы выставку готовим. Ага, я помню адрес. Я сейчас буду. Нет, не надо сюда ехать. Кать, это очень важно. Давай я к тебе приеду. Ты на объекте? Да. Хорошо. Тогда я еду. Давай. Что у вас случилось? Прости, мне надо уехать. Занесёшь фотографии? Да, конечно. Хорошо. Ну, потом развесим их. Я вернусь. Хорошо. Так, девчонки, всё, держите расчёт. Аня. Так, Людок, а это тебе, на. Там немножечко больше положила тебе так по родственному. Ты ж только Аньке не говори. Ну, могла бы спасибо сказать. Спасибо за что? За то, что мужа моего под другую бабу положила? Или что ты моего сына отца лишила, а? А чё мужику оставалось делать? Ты ж сама выперла. Прям такая гордая, не могла потерпеть ради сына. Короче, иди. Может, у меня терпелка слабая. А ты, я вижу, свою гордость совсем потеряла, да? Чужого мужика вцепилась, чужую семью лезешь. Тебе как самой, не гадко, не стыдно? А раз ты такая принципиальная, чё ты тут стоишь? Пойди Катьке расскажи всё. Матерью обо мне расскажи. Или ты думаешь, мне самой это нравится? Мне противно от самой себя. Я, может, хочу, чтобы они уже всё узнали. Только смелости не хватает признаться. Поняла? Поняла. Только в ваше дерьмо я лезть не буду. Сами вляпались, сами выбирайтесь. Хотя, может, тебе и комфортно в твоём дерьме. А где Артём? Вон там. Вот здесь. Артём, что случилось? С тобой всё в порядке? Катя, Кать, надо поговорить. От этого зависит вся моя жизнь. А здесь безопасно? Давай мы с тобой в машине поговорим. Катя, скажи, будем вместе? Ты сможешь выйти за меня замуж? Я потом тебе всё объясню. Но сейчас я должен знать точно. У нас есть будущее? Что-то я тебя не совсем понимаю. Мы давай это дома обсудим. Нет, нет. Я должен сделать выбор. Пойми. Катя! Ты там что-то говори, а? Подожди. Ты должна знать. У меня есть сын. Что? Доктор, ну что с ней? Она потеряла сознание из-за шокового состояния. Мы провели обследование. Серьёзных травм нет. Но рекомендую сегодня отлежаться в больнице. Я же могу зайти? Да. Привет. Как ты? То есть, у тебя есть сын? Всё-таки ты услышала. А ты кто вообще, Артём? Я не понимаю. Ну как, тебя ведь не было в моей жизни, правильно? Мы с тобой не знакомы. Ты вспомнила. Да. Ты понимаешь, что это жестоко? Я чуть с ума не сошла, пока искала кольцо, которого не существует. А ты понимаешь, что я могла тебе поверить? Поверить, что ты моя судьба, выйти за тебя замуж. А ты мне не кто, ты мне чужой. Да не говори так. Ты для меня много значишь. Это всё из-за фотографии? Я была права? Дина любовница моего отчима, да? Ну, видимо, да. Тогда понятно, зачем это нужно им. А тебе это зачем? Я тебе всё объясню. Я не мог по-другому. Купите цветы, за сколько не жалко. Купите цветы, за сколько не жалко. Купите цветы. Иди отсюда. Здесь нельзя попрошайничать. Я не попрошайничаю. Дверь за денег. Мне что, твоему сыну сделали операцию? Они не пригодились. Иди отсюда. Артём, убери. Уходи. Катя, я тебя очень прошу. Я же не думал, что я тебя полюблю. Дай мне ещё один шанс. Когда любят, не лгут. Никому и никогда. А ты врал мне и врал своей жене. Так нельзя. Здравствуй, Артём. Какой жене? Что у вас тут происходит? Уходи. Так, а я не поняла. Мы что, сегодня улетаем? Сегодня, через два часа. Мне Катька звонила, она всё вспомнила. Твой сопляк сдулся. Сдал нас с потрохами. Теперь они всё знают. И Катька, и Ирка, понимаешь? Всё знают. Даже то, что я пытался эту Катьку... Ладно, что я тебе говорю. Слушай, я, короче, позвонил, что у тебя срочно перевели остатки денег на тебя. Ну, пока не очухается, мы уже свалим из этой страны. Хорошо. Так, я же просил, самое необходимое. Где деньги? Вон, сумочки. Держи. Остальные где? Вовик, ну, в банкомате ограничения. Сколько выдала, на столько и купила. Ну, чего ты волнуешься? Остальные денежки на карточке. Иди, Вовтка. Ты чего, не могла их снять просто через кассу? Как все нормальные люди! Вовик, не кричи на меня. Не кричи, пошли. Ну, погоди, пожалуйста, мамину фотку. Пошли, я сказал! Господи, я попросила тебя уйти. Катя, Ирина Александровна, мы позвонили из офиса. Они хотят с вами поговорить. Говорят, это срочно. Алло, здравствуйте. Это Катя, я вас слушаю. А деньги, которые предназначались интернату? Что? Я поняла, спасибо. Мама, это финансовый директор. Полчаса назад Владимир Андреевич приказал перевести все деньги фирме посреднику. Он обанкротил нашу компанию. Это что, разыгрыш, Катя? Он что, украл все деньги? Он украл деньги интерната? Я не верю. Володь не мог. Какой же я идиот. Дина же мне говорила. Твоя тетя? А при чем здесь Артем, твоя тетя? Она все знала, и я мог вас предупредить. Твоя тетя? Успокойся ты, не дергайся. Чего? Мы за ним сейчас. Не дергайся. Интересно, а как ты там на мне женишься, если ты тут в церкви не расстался? А, ну, ты ж меня и так любишь, да? Господи, как же вы достались своей любовью? Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш паспорт. Что, какие-то проблемы? Подойдите на паспортный контроль. Владимир Андреевич Бобров. Дина Николаевна Разина. Да. Вот и прилетели. Да. Зараз нажали не мая в связку с вашим абонентом. Кирилл? Да. Привет. Я звонил, да и не брала трубку. Поехал к Сабине в офис. Она сказала, что вы в беде, дала адрес. Надо было предупредить, но я помню, как ты исчезла в прошлый раз. Волновался. Дим, прости, я ведь забыла, что я обещала вечером прийти. Столько всего случилось, я тебе все расскажу. Нам надо домой, мама устала. Да, конечно, я провожу. Я, если можно. Выснула. Чай будешь? Есть черный, зеленый, травяной. Да, неважно. Тогда черный. Не так я себе представляла тот день, когда ты впервые придешь к нам домой. А ты все вспомнила? Теперь все. Прости. И я хочу тебе сказать, что между мной и Артемом ничего не было. Меня заставили поверить, что что-то было, но не было никакой параллельной жизни. Не было. Ты кого-то ждешь? Нет. Пойдем. Артем. Катя, я… Уходи. Подожди. Нам надо поговорить. Нет. Тебе сказали нет. Что непонятного? Я не с тобой разговариваю. Кать… Одну минуту. Смотри. Ну все. Извинялся. Рассказал, больше не побеспокоит. Ты его там ударил? Я? Нет. Ты что? Он оступился там. Ступеньки у вас крутые. Да. Закрыто у нас. Тема, привет. Смотрю, тебя жизнь побила. Скажите, вы видите Владимиру Андреевичу? Ну, если не посадят, увижу. Тогда передай всем от меня. Что, сдурел? Оставь. Ты из этих денег жизнь себе поломал. Поэтому и отдаю. До свидания. Пока. Ну, что скажешь тебе, гражданин Бобров? Ну, что? Просто… Нелепые обвинения. Хотите, скажу честно? Моя падчерца, она не может мне простить, что я управляю бизнесом ее отца. Причем, знаете, очень успешно управляю. Ну, вот девять лет она пытается выжать меня из этого бизнеса. Ну, и параллельно доказать своей матери, какой я плохой. Вот. Угу. Деньги, значит, вы тоже не переводили? Почему не переводил? Конечно, переводил. Я вашим коллегам все рассказал. Я пытался расширить бизнес. Ну, раз в меня не верят… Кстати, деньги посредники вернули назад. Нет, ну какая… Какая изобретательность, а? Вот раньше ее хватало, фантазии, только для того, чтобы обвинять меня в сексуальных домогательствах с моей секретаршей. А сейчас-то, ну, куда? Интересно, излагаете, гражданин Вавров? Вот у меня есть тут показания свидетеля, бывшего вашего прораба. И что? Говорит, что ничего не видел, был занят делами. И вот только одного не пойму. Почему? Почему он сразу уволился после ЧП в тот же день? Скажите, а вы стали бы держаться за сотрудника, который регулярно нарушает технику безопасности, а? На все у вас есть ответы, Владимир Андреевич? Продуманный вы человек. А? Да, а… Подождите, женщина хочет… Ведро дайте… Да… И ведочек… Отпусти! Значит так, я буду отвлекать, а ты бери сыр и колбасу, прячь и уходи, поняла? Будут устанавливать, беги меня, не жди. Я не пойду! Отпусти! Значит с голоду подохнешь, поняла? У меня не проси! И сдохну, но воровать как-то не буду! Гадина какая! Будешь в блинчике? Не хочу. Нет аппетита. Мама… Ну что, ну я рядом. Ну… Катя, как он мог? Он привел любовницам на нашу годовщину. Он унизил нас обеих. Ты была права, когда хотела открыть мне глаза. Я не верила. Прости, доченька. Все будет хорошо. Теперь все наладится. И он тебя не обидит. Я тебе это обещаю. Ну… Ну все, я сейчас блинчики принесу. Сейчас блинчики покушаем. Сладкие, вкусненькие, как ты любишь. Кстати, звонил финансовый директор. Сказал, что деньги насчет фермы уже переведены. Так что мы построим интернет так, как мы хотели. Ну… Ну… Что? Говори. Он выкрутился. И ему не смогли предъявить обвинений. Спасибо. Пойдем. Идем, идем, идем. Не спи. Иди вперед. Мам, смотри, как я могу. Сереж, давай только аккуратно, а? Смотри, папка. Эй, привет. Ты чего на мои звонки не отвечаешь? Не слышала. А я заехал, а вас нет. Хорошо, что соседи были дома. Сказали, что вы недавно только уехали. Паш, что с носом? Да ничего. Ну как, едем обратно в поселок? Там хорошо, спокойно. На рыбалку пойдем завтра, да? Сереж, слазь, а кто тебе сказал, что тебя кто-то ждет? Лют, я знаю, что я дурак. Я же не жду, что ты меня вот так вот простишь. Мне одному нельзя. Без вас пропаду. Сереж, пойдем на автобус опоздаем. Я сама справлюсь. Заходи, Сережка. А ты как определишься, что тебе нужно? Дорогу-то знаешь. Так я уже все решил. Я же на машине. Поехали вместе. Что? Мы билеты на автобус уже купили. И я, в отличие от тебя, деньгами не разбрасываюсь. Люд. Че стоишь? Пойдем давай. Заходи, заходи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только осторожно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дети, дети, в сторонку. Лизочка. Лизочка. Ты как здесь? Я от нее убежала. Мамка меня воровать вела. А я не хочу, как она. Подожди, а Кирилла Сергеевича и Катю ты встретила? Катю? А зачем? Ну, они к тебе поехали в роду. Ты повезли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я что-то бледненькая такая. Ты ела что-нибудь сегодня? Так, сейчас идем обедать. Идем пообедаем. А Кирилл Сергеевич приедет и разберется. А он может меня оставить? Ну, не все так просто, деточка. Ну, мы обязательно придумаем, как тебе помочь. Обязательно. Девочки, мальчики, обедать. Руки мыть. Катюш, ты еще не ушла? Ты? Что ты здесь забыл? Тебе весь список огласить. Свои носки, трусы забирай. Не еродствуй. Забирай вещи и уходи. Я не хочу тебя больше видеть. Я поменяю все замки. Ты слышал? Слышал, слышал. Так, забирай только то, что дарил. Хочу избавить тебя от лишних воспоминаний. Забирай. Пусть и твоя Дина будет спасной. Кстати, а я тебе не рассказывал историю этого браслета. В карты выиграл. Ты не поверишь. Да, но был еще один браслет. Я его, правда, подарил одной проводнице. Прекрасная была женщина. Ой, королева. А Катьке своей передай, что я его очень зол. А где Лиза? Да в столовой. Ее сейчас кормят. Кирюш, ну надо что-то решать. Раиса ее совсем погубит. Ну, я уже созвонился с соцзащиты и объяснил ситуацию. Так что будем подавать на лишение Раисы родительских прав. Ну, я считаю, что это самое правильное решение. Да, это займет время, но мы спасем Лизу. Можно я поговорю сейчас с Лизой? Ну, одна. Ну, пожалуйста. Вон она. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, все. Поедешь домой с работниками из соцзащиты. Лиз, я сейчас тебе дам адрес. Это адрес моей мамы. Я живу сейчас у нее. Если вдруг тебе будет плохо, знаешь, что мы тебя ждем в любое время. А маму зовут Ирина Александровна. Я знаю. Ты мне уже говорила. Очень хорошо. Да. Катя, ты часто вспоминаешь Тимура? Да. Каждый день. Ему бы очень понравилась идея с выставкой. Он очень любил детей. Прям как и ты. А почему я раньше его не замечала? Ой, зря мы его сюда поставили. Почему? Я хотел, чтобы во время выставки играл аккомпанемент. Но педагога нет. Поэтому играть некому. Так давай я маму попрошу. И она сыграет у нас на выставке. А если мы ее убедим, то у вас будет еще и самый лучший педагог по музыке. Это потрясающе. А ты думаешь, она согласится? Да. Ей просто необходимо, чтобы с ней рядом были люди. Да, конечно. Да жила и собственная дочь заяву накатала. А чего ты добивалась, а? Ты что думала, что меня заберут, ты одна здесь будешь? Во! Видела? Здесь ничего твоего нет и не будет. Поняла? Здесь все мое. Захочу сожгу, захочу выброшу. Вот это что ты повесила? Оно мне вообще не нравится. Я его чуркам отдам на бутылку. Выменю. Поняла меня? Не трогай! Ты на кого руку подняла, а? Ты дрянь! Давай, беги, беги! Все равно приползешь. Кому ты нужна? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я к Кате. А Кати нет дома. А ты, наверное, Лиза? Так вот, ты какая. Девочка моя. Девочка. Ты мой ангел. Ты меня от такой страшной беды спасла. Мама уснула. Давай мы с тобой покушаем и тоже спать пойдём. Ну-ка. Держишься? Я у тебя ночевать буду. Да, я позвонила Кириллу и он разрешил. Бери. А утром заедем за твоими вещами и учебниками и заберём. И купим тебе новый телефон, чтобы быть всегда на связи. У меня будет собственный телефон? Да. Как же иначе я буду знать, когда тебе из школы забирать? Бери. 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 Друзья, спасибо вам, что вы нашли время и пришли сегодня сюда. Катя, я благодарен тебе, твоей маме, твоему отцу, Сабине, Тимуру, потому что все это благодаря вам. Спасибо. А у нас сюрприз. Как вы знаете, фирма моего отца строит новый корпус для интерната. А придумал его Кирилл. Кирилл, спасибо тебе. Мы использовали все твои идеи. Мы впервые показываем этот проект. Под ваши аплодисменты. Лиш, тут кое-что есть от тебя, посмотри. Это же мой Лиша. Спасибо. Я пойду. Это все? Да. Спасибо тебе. Спасибо. Ну что, ты ей доволен? Ну конечно, очень. Договорились, что оборудуют компьютерный класс и спортзал. Да? Здорово. Слушай, а это старый друг моего папы. И у него своя фирма по пошиву одежду. Так что можешь поболтать еще. Да. Эй, выйдем поговорить надо? Давай. Значит, это ты к моей Лизке мамке набиваешься? Нет, я хочу стать ее опекуном. Мама у нее уже есть. Хрен редкий не слащий. Значит, послушай сюда, опекунша. Ты получишь Лизу, если выполнишь мои условия. Ясно? Рейсон, вы забываетесь. Вас все равно лишат родительских прав. Да мы еще посмотрим. Недобрые люди наибудят хороших адвокатов. Ну здравствуй, падчерица. А ты иди, иди. Дальше я сам. И что это за театр? У тебя учусь. Значит, так запоминай. Райка упрямца в том, что я ей приказываю. Хочешь забрать ее дочь, забирай, но сначала с мамочкой отпишите мне всю фирму, целиком. Знаете, хватит из вас компенсации, которую мы уже выплатили. Скажите спасибо маме, она так вас пожалела. Слушай, сюда запоминай. Я Райке дам денег, и она с дочерью и в другой город. А там через месяц слезы что-то случится, какое-то несчастье. Вдруг под машину попадет. Дураков знаешь сколько на дорогах. А виноватый будешь ты. Значит так, наберешь меня, когда документы будут готовы, понятно? И не вздумай никому говорить, иначе лезть будет очень плохо. А что происходит? Дядя, я тебя из-под земли достану, если она скажет, ясно? Кирилл, 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 пусть просто он уйдет. Что тебе нужно? Чего добиваешься? Моей смерти? Душно ты! Живи! Впереди нас знаешь, сколько всего интересного нас ждет. Правда, Катюша? Катюша! О, мам! Мама, 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 не, 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 мам, мама, мама. Мама, мама, мама. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ничего себе! «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слышь, парень, ты лучше не лезь в это дело! Я тебе сейчас урую, тысня! Это тебе за Ирину Санну! А это за Лизу! А это тебе закатит! А-а-а! Ты теперь будешь всеми за нас в морды бить? Я? Так это случайно. А-а-а!